Монро, Роберт Аллан. Путешествия вне тела. Пятое. Бесконечность, вечность. Локала 2. Локала 2. Однако несколько сотен экспериментов в этой области позволили выделить определенные закономерности. Если в 63 случаях А плюс Б равно В, то вероятность того, что это окажется справедливым и в 64-м случае, довольно высока. Постулат. Локал 2. Локал 2. Локал 2. Локал 2. Локал 2. Локал 2. Локал 3. 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 Локал 2. Локал 3. Локал 2. Локал 2. Локал 3. Локал 3. Локал 4. Локал 4. Локал 2. Локал 2. Из них сколько-нибудь приемлемы с точки зрения современного научного знания. Все экспериментальные посещения этой области мало что дали для выработки более совершенной теории. Наиболее приемлема концепция волновой вибрации, предполагающая существование бесконечного множества миров, функционирующих на различных частотах, одной из которых является наш физический мир. Подобно тому, как электромагнитные волны различной частоты могут одновременно занимать одно и то же пространство, лишь минимально взаимодействуя друг с другом, так и мир миров Локал-2, возможно, рассеян в нашем мире физической материи. Кроме как в редких и необычных обстоятельствах наши естественные органы чувств и приборы, представляющие собой их продолжение, совершенно не способны воспринимать и описывать эту потенциальную реальность. Приняв такую точку зрения, мы получим четкий ответ на вопрос «где?». «Где значит здесь?» История развития человеческих знаний подтверждает такую концепцию. О том, что существуют звуки, недоступные нашему слуху, мы узнали только после того, как создали инструменты, позволяющие обнаруживать, измерять и воспроизводить их. Еще сравнительно недавно те, кто утверждал, что слышат то, чего не слышат другие, объявлялись сувошедшими или преследовались как ведьмы и колдуны. Еще в прошлом веке электромагнитный спектр был доступен нашему восприятию лишь в качестве тепла и света. Мы до сих пор не знаем о возможностях человеческого мозга, этого электрохимического организма, в отношении передачи и восприятия электромагнитного излучения. Поскольку разрыв этот не преодолен, нетрудно понять, почему современная наука еще даже не приступила к изучению способности человеческого разума проникать в ту область, относительно которой до сих пор не было предложено ни одной, сколько-нибудь серьезной теории. О «Локале-2» можно рассказывать бесконечно, но цитировать подряд сотни страниц дневниковых записей просто не имеет смысла. Описания ближних и дальних путешествий туда как раз и составляют основное содержание последующих глав. Только суммирование взаимоподтверждаемых данных дает возможность получить более или менее связанную картину и поставить вопросы, требующие ответов. На одно познанное явление может прийтись миллион непознанных, но исходный пункт, по крайней мере, будет обозначен. В «Локале-2» реальность состоит из потаеннейших желаний и самых безумных страхов. Мысль есть действие, и внешние покровы самоконтроля или сдержанности уже не защищают внутреннее «я» от других. Честность там – лучшая политика, ибо иного не дано. Из приведенных выше основных характеристик «Локала-2» видно, что условия существования там совсем другие. Поэтому так трудно приспособиться к той реальности, даже путешествуя по ней во втором теле. Грубые эмоциональные импульсы, тщательно подавляемые нашей физической цивилизацией, выплескиваются в полную силу. Сказать, что поначалу это действует ошеломляюще, значит выразиться слишком мягко. В сознательной физической жизни такое состояние было бы сочтено психопатией. Мои первые посещения «Локала-2» выявили все мои подавленные эмоции о существовании, которых я только догадывался, плюс много таких, о которых я и не знал, что они есть. Они до такой степени давлели над моими действиями, что я возвращался в полном замешательстве и растерянности перед их могуществом и своей неспособностью контролировать их. Доминантой был страх, боязнь неведомого, незнакомых существ, нефизических, смерти, Бога, нарушения правил, открытия, боли – вот лишь краткий перечень. Подобные страхи были сильнее сексуального влечения, которое, как уже отмечалось само по себе, представляет огромное препятствие. Один за другим, с болью и трудом, взрывные и неконтролируемые эмоциональные импульсы были обузданы. До тех пор, пока эта работа не завершилась, рационально мыслить было невозможно. Затем они, вне строгой последовательности, стали возвращаться вновь. Это очень похоже на медленный переход от безумия к способности размышлять спокойно и объективно. Младенец учится быть цивилизованным, развиваясь из ребенка во взрослого. Подозревая, что тот же процесс происходит еще раз в ходе адаптации к локалу 2. Если взросление не состоялось во время физической жизни, то оно становится задачей номер один после смерти. Сказанное означает, что области локала 2 наиболее близкие к физическому миру по частоте вибраций – знак вопроса. В основном населены безумными или почти безумными существами, обуреваемыми эмоциями. В основном, похоже, так и есть. В их число входят как живые, но спящие или одурманенные наркотиками, и потому находящиеся вовне, во втором теле, так и уже умершие, но еще эмоционально возбужденные. Для подтверждения первого имеются доказательства, второе представляется вероятным. Едва ли нужно объяснять, что эта близлежащая область – не самое приятное место. На этом уровне или плане вам придется находиться до тех пор, пока вы не научитесь большему. Я не знаю, что происходит с теми, кто не способен научиться. Возможно, они остаются там навсегда. Как только вы выходите из физического тела во второе тело, вы оказываетесь на границе этой ближайшей к нам части локала 2. Именно здесь встречаются всевозможные свихнувшиеся личности и одушевленные существа. Если для новичков и существует какой-нибудь защитный механизм, то мне он остался неизвестен. Только осторожным, а порой вызывающим ужас экспериментированием, мне удалось научиться искусству или приемам прохождения человека через эту область. Я до сих пор в точности не знаю всех моментов процесса научения этому и потому описываю лишь наиболее очевидное. Впрочем, каким бы ни был этот процесс в течение нескольких лет, я совершал такие переходы без особых затруднений. За исключением мучителей и некоторых явных конфликтов, о которых речь впереди, ближние обитатели локала 2 движимы прежде всего стремлением к сексуальной разрядке во всех ее проявлениях. Если посмотреть на это как на продукт цивилизации недавнего прошлого, то желание, в том числе как живых, но спящих, так и умерших, удовлетворить эту подавленную первостепенную потребность становится вполне понятным. Характерным для всех обретающихся в этой близлежащей области является понимание сексуальности прежде всего в физически-телесных проявлениях. Представление или знание о половом влечении, как оно манифестируется в более удаленных частях локала 2, отсутствует. Из-за замедленной реакции, воспитанной нашей культурой, порой трудно избежать участия в этом, поскольку ответ следует автоматически. Будем надеяться, что контролю над этим фактором можно научиться. Подобное притягивает подобное. До сих пор ни в одном из экспериментов мне не приходилось наблюдать процесс смерти. Однако есть основания предполагать, что жизнь в привычном нам физическом мире имеет, в виде определенной формы бытия, свое продолжение в локале 2. Случаи, по своему смыслу, повторяющие приводимой ниже и происходившие со мной на протяжении последних 12 лет, возможно, объясняются и как-то иначе, но пока более подходящего объяснения не находится. Однажды, едва я вышел из физического тела, как тут же ощутил настоятельную потребность отправиться куда-то. Уступая этому влечению, я переместился, кажется, на довольно короткое расстояние и внезапно остановился в какой-то спальне. В постели лежал мальчик, он был один, возраст лет 10-11. Я не то чтобы видел его, пожалуй, тут работало, теперь уже ставшее привычным, внутреннее восприятие. Мальчик был одинок, напуган и, кажется, болен. Какое-то время я побыл с ним, пытаясь утешить его, а когда он, наконец, успокоился, ушел, пообещав вернуться. Физическое тело вернулся, без происшествий, так и не имея понятия, где же я был. Через несколько недель, когда я снова вышел из физического тела и уже было сконцентрировался на определенном месте назначения, тот же самый мальчик появился в поле моего зрения. Увидев меня, он приблизился. Он был растерян, но не напуган. Подняв на меня взгляд, он спросил, что мне делать теперь. Я сразу не нашелся, что ответить, поэтому просто положил руку ему на плечо и в знак утешения пожал его. Кто я такой, подумалось мне, чтобы в этот, по всей видимости, решающий момент, наставлять его или указывать путь? Куда мне идти? Как-то совсем буднично, спросил он. Я дал ответ, казавшийся в тот момент единственно логичным. Я сказал, чтобы он подождал на том месте, где находится, что скоро за ним придут его друзья и отведут, куда нужно. Кажется, ответ удовлетворил его, и я приобнял его рукой за плечи. Затем я ощутил сигнал от своего физического тела и занервничал. Похлопав его по плечу, я удалился. Вернувшись в физическое тело, я обнаружил, что отлежание в неудобной позе у меня затекло шея. Я устроился поудобнее и смог еще раз выйти во второе тело, чтобы поискать мальчика. Но он исчез. По крайней мере, я его не нашел. Интересный момент. На следующий день в газете появилось сообщение о смерти, после продолжительной болезни, десятилетнего мальчика. Он умер незадолго до того, как я начал свой эксперимент. Я долго размышлял, под каким бы благовидным предлогом познакомиться с его родителями, чтобы получить дополнительное подтверждение и, быть может, утешить их в горе. Но так ничего и не придумал. Только после того, как пройдешь этап грубых эмоций, получаешь возможность принять участие в бесконечно разнообразных, но явно организованных видах деятельности в локале 2. Убедить другого в реальности, этой нефизической вечности, невозможно. Как справедливо утверждалось многими на протяжении веков, это нужно испытать. Самое важное – обитатели многих посещенных мною мест – еще люди, разное в зависимости от среды, но еще с человеческими, доступными пониманию, свойствами. Во время одного из визитов я попал в какой-то сад с тщательно ухоженными цветами, деревьями и травой, очень похожей на большой парк отдыха, весь пересеченный дорожками, вдоль которых стояли скамьи. Сотни мужчин и женщин прогуливались по дорожкам или сидели на скамьях. Одни были совершенно спокойны, другие слегка встревожены. Большинство же выглядели изумленными, пораженными и совершенно сбитыми с толку. Казалось, они не уверены и не понимают, что им делать и что с ними будет дальше. Каким-то образом я догадался, что это – место встречи, где вновь прибывшие ожидают друзей или родственников. Отсюда, с этого – место встречи. Друзья должны забрать каждого новичка и отвезти туда, где ему надлежит быть. Я не смог найти никакой зацепки, чтобы задержаться там подольше. Ни одного из находившихся там я не знал даже отдаленно, и поэтому вернулся в физическое тело. В другой раз я намеренно отправился в Локал-2 с исследовательской целью в надежде найти ответ на один интересующий меня вопрос. Отделившись от физического тела и выйдя во второе тело, я начал стремительно двигаться, концентрируясь на мысли «хочу попасть туда, где находятся представители высшего разума». Продолжая концентрироваться, я быстро мчался через, казалось, бесконечную пустоту. Наконец я остановился. Передо мной расстилалась узкая долина, выглядевшая во всех отношениях совершенно обычно. Там находились мужчины и женщины в темных одеяниях до пят. На этот раз я почему-то решил поступить по-другому. Я приблизился к группе женщин и спросил, не знают ли они, кто я такой. Они были очень вежливы и отнеслись ко мне с глубоким уважением, но ответили отрицательно. Я отошел от них и задал тот же вопрос мужчине в монашеском одеянии, чье лицо казалось мне смутно знакомым. «Да, я вас знаю», – ответил он. В его отношении ко мне чувствовалось глубокое понимание и дружба. Я спросил, а знаю ли я, кто я на самом деле? Он посмотрел на меня так, как смотрят на старого доброго друга, страдающего потерей памяти. «Узнаете», – сказал он и мягко улыбнулся. Я спросил, знает ли он, кем я был в последний раз. Мне хотелось, чтобы он назвал имя. «Последний раз вы были монахом в Кушуктоне, штат Пенсильвания», – ответил он. Мне стало нехорошо, и я с извинениями удалился, вернувшись в физическое тело. Недавно один мой приятель, католический священник, взял на себя труд выяснить вероятность моего монашества в прошлой жизни. К моему изумлению и его радости, поблизости от Кушуктона и в самом деле нашелся захолустный монастырь. Он предложил мне съездить с ним туда, но у меня не нашлось времени или смелости, быть может, как-нибудь потом. Я мог бы рассказать еще множество подобных случаев, и в малой степени не описав масштабности и глубины Локала-2. Несколько раз я попадал на группу, одетую в какую-то униформу, работавшую со сложным техническим оборудованием. Они назывались «ударной армией», так, по крайней мере, интерпретировал сказанное мой разум. Их были сотни, каждый ждал задания. Своей цели они не раскрыли. В другой раз я оказался в хорошо организованном городе, где мое присутствие сразу же было истолковано как враждебное. Только благодаря тому, что я, пытаясь ускользнуть, убегал, прятался и, наконец, поднялся в воздух, мне удалось избежать пленения. Я так и не знаю, что за угрозу я для них представлял. Еще более явное проявление агрессивности свидетельствует, что Локал-2 – место не только безмятежности и бесконфликтности. В одной из посещений ко мне пристал какой-то одетый в обычную одежду мужчина. Но, сторожившись, я решил подождать, что он будет делать. – Ты помнишь о Розио Ле Франко? – бесцеремонно спросил он. – Все еще на стороже, я сказал – нет. – Подумай, и наверняка вспомнишь, – решительно заявил мужчина. В его поведении была скрыта угроза, и мне стало не по себе. Я ответил, что совершенно точно не помню никого с таким именем. – А ты вообще кого-нибудь там, внизу, знаешь? – спросил он. Не успел я сказать – нет, как вдруг – обмяк. А мужчина схватил меня. Он держал меня за одну руку, и я почувствовал, что за другую меня берет еще кто-то. Вдвоем они потащили меня в направлении чего-то похожего на три ярких пятна света. Сопротивляясь, я, наконец, вырвался и догадался применить сигнал назад в физическое тело. Я стал быстро удаляться и скоро оказался в своем физическом теле у себя в офисе. Хочется думать, что меня приняли за кого-то другого. Вот еще одно посещение, окрашенное во вполне человеческие тона. Я оказался не в каком-то определенном месте, а просто в чем-то сером, и размышлял, что делать дальше, когда ко мне приблизилась какая-то женщина. «Я из церкви и пришла помочь вам», – спокойно сказала она. Она подошла ближе, и я сразу почувствовал сексуальное вожделение, исходящее от нее, но сдержался, решив, что такого рода помощь церковь едва ли оказывает. Но я ошибся. Когда мы закончили, я поблагодарил ее, и тут, обернувшись, заметил какого-то мужчину, стоявшего поблизости и наблюдавшего за происходящим. Громко, с едкой насмешкой, он сказал. «Значит, теперь ты готов постигать тайны Вселенной?» Чтобы скрыть свою растерянность, я спросил, кто он такой. «Альберт Матер!» – почти прокричал он. При этом мне показалось, что этим именем он назвал меня. «Надеюсь, ты готов», – в гневе повышая голос, – продолжал он, – «потому что никто не потрудился сказать мне, когда я туда вернулся». Остальное я не расслышал. Все заглушил рев, похожий на помехи в радиоприемнике. Я удалился подальше от его гневных излияний и благополучно вернулся в физическое тело. Наводя справки по самым солидным историческим источникам, я не обнаружил сведений ни о каком Альберте Маттере, долгий А. К священнику Коттону Маттеру, жившему в XVIII веке, он, похоже, отношения не имеет. Другие встречи в «Локале-2», как можно судить по описаниям в этой книге, были дружественнее. В большинстве случаев никакой закономерности, позволяющей догадаться, почему я попадаю в ту или иную ситуацию, не прослеживается. Может быть, в конце концов, она прояснится. Два необычных повторяющихся феномена следует упомянуть при описании этой области. Порой, во время путешествия, движение, обычно быстрое и плавное, прерывается чем-то вроде мощного ураганного порыва в том пространстве, через которое движешься. Неуправляемая сила, словно лист в бурю, сносит тебя беспорядочно, вверх тормашками швыряет из стороны в сторону. Двигаться поперек этого потока невозможно, сделать ничего нельзя, остается только отдаться ему. В конце концов, тебя сносит к краю течения, и невредимый ты выпадаешь из него. Сравнить это явление не с чем, но ощущение такое, что оно скорее естественного, нежели искусственного происхождения. Второй феномен – это надпись на небе. Я видел ее пять или шесть раз, путешествуя в сопровождении помощников. Это неправдоподобный набор примитивных символов, вытянутых дугой прямо через одну из областей локала 2. Каждый, проходящий через эту местность, должен обойти этот барьер, ибо он прочен, недвижим, неколебим. Символы, насколько я мог разобрать их при помощи своего зрения, представляют собой грубое, схематичное изображение мужчины, пожилой женщины, дома и что-то вроде алгебраического уравнения. Только от одного из помощников мне удалось узнать историю этой надписи. Он поведал ее с усмешкой, почти извиняющимся тоном. Вроде бы, в незапамятные времена некая очень богатая, по каким стандартам непонятно, и могущественная женщина захотела получить ручательство, что ее сын попадет на небо. Церковь вызвалась гарантировать это при условии, что она заплатит церкви огромную сумму денег. Так. Женщина условия выполнила, но сын ее на небо так и не попал. Пылая гневом и жаждой мести, она потратила все свое оставшееся состояние и власть, чтобы поместить на небесах надпись, которая во веки веков напоминала бы каждому, увидевшему «се» о непорядочности и мошенничестве данной конкретной церкви. Дело удалось. Именно женщины, сына и церкви затерялись в глубине веков, а надпись осталась, вопреки усилиям многих поколений ученых сбросить ее или уничтожить. Источник причиняемого этой надписью неудобства и некоторого затруднения отнюдь не в поисках какой-то злокозненной секты, а в том, что убрать ее не под силу никому. Поэтому все научные исследования в этой части Локала-2 по необходимости должны включать эту надпись в предмет обучения. Это очень похоже на то, как если бы кто-то искусственно создал между кобальтом и медью новый элемент. Если вы занимаетесь химией, вы просто не можете игнорировать его, сколь бы странным он ни был. Другая аналогия. Если бы существовала огромная искусственно созданная Луна, и науке было бы не под силу убрать ее, всем астрономам волей-неволей пришлось бы признать ее в своих лекциях в качестве общепризнанного факта. Вот такую историю мне рассказали. Величайшая трудность заключается в неспособности сознающего разума, приспособленного к условиям физического мира, принять существование бесконечного Локала-2. Молодые западные науки о разуме склонны отрицать его существование. Наши религии говорят о нем расплывчато, с искажениями и отвлеченно. Официальная наука выступает против и не может зафиксировать его своими измерительными приборами. Больше всего препятствует барьер. Почему он существует доподлинно неизвестно никому, по крайней мере на Западе. Это тот же самый экран, который, когда мы пробуждаемся от сна, опускается, блокируя наше последнее сновидение, то есть память о нашем посещении Локала-2. Это совсем не значит, что каждый сон есть результат визита в Локал-2, но некоторые из них вполне могут представлять собой трансляцию пережитого там. Трансляция, символизация пережитого в Локале-2, совсем не обязательно является частью барьера. Это скорее попытка сознания интерпретировать факты сверхсознания, лежащие за пределами постижения и воображения. Наблюдения во втором теле в Локале-1, здесь теперь, доказали, что самые заурядные события или действия сплошь и рядом интерпретируются ошибочно, особенно когда они вырваны из контекста. Локал-2, среда для сознания совершенно незнакомая, дает гораздо больший простор для ошибочных истолкований. Я подозреваю, что многие, большинство или даже все люди, время от времени во сне посещают Локал-2. Зачем это нужно, я не знаю. Возможно, когда-нибудь наши науки о живом разгадают эту тайну, и для человечества начнется новая эра. С ее наступлением возникнет совершенно новая наука, основанная на фактах Локала-2 и нашем отношении к этому удивительному миру. Когда-нибудь, если у человечества хватит терпения дождаться. Шестое. Обратный образ. Парадоксально, но современные ученые гораздо легче примиряться с возможностью существования области, именуемой здесь Локал-3, чем признают Локал-2. Почему? Да потому, что она согласуется с новейшими открытиями физики, с крохотными фактиками, добытыми ими в ходе экспериментов по бомбардировке материи с помощью ускорителей, циклотронов и так далее. Чтобы познакомить вас с Локалом-3, лучше всего просто привести из дневниковых записей описание наиболее значимых экспериментов, с ним связанных. Вибрации наступили быстро и легко и не причиняли никакого неудобства. Когда они усилились, попробовал подняться вверх, выйдя из физического тела, но безрезультатно. Какую бы мысль или комбинацию мыслей не пробовал применить, никак не мог сдвинуться с места. Тут на память пришел прием вращения, как будто просто переворачиваешься в постель. Начал переворачиваться и сообразил, что физическое тело вместе со мной не перевертывается. Медленно пошевелился и через мгновение оказался лицом вниз, то есть в положении прямо противоположном положению моего физического тела. Стоило мне произвести этот поворот на 180 градусов, как в тот же момент появилась дыра. Никакое другое определение не подходит. Органами чувства это воспринималось как нечто вроде дыры в стене толщиной футов 2, расположенной отвесно и простирающейся бесконечно во всех направлениях. Контур дыры в точности соответствовал форме моего физического тела. Потрогал стену, на ощупь ровная и твердая. Края дыры оказались довольно шершавыми. Ощупывание проводилось не физическими руками. По ту сторону через дыру виднелась сплошная тьма, но не та, какая бывает в темной комнате. Она вызывала ощущение бесконечного расстояния и пространства, словно смотришь через окно в бескрайнюю даль. Казалось, будь мое зрение поострее, я бы, пожалуй, разглядел ближние звезды и планеты. Общее впечатление – передо мной глубокий, открытый космос за пределами Солнечной системы, невероятно далеко от нее. Потихоньку влез в дыру, держась за ее стенки, и осторожно высунул голову. Ничего. Ничего, кроме тьмы. Ни людей. Ничего материального. Поспешно нырнул обратно. Слишком уж все это было странно. Совершил поворот на сто восемьдесят градусов, почувствовал, как соединяюсь с физическим телом. Сел. Яркий дневной свет. Все такое же, как и перед выходом, несколько минут назад, но это по ощущению. На самом деле прошел час пять минут. Восемнадцатое ноября пятьдесят восьмого года. Вечер. Вибрации сильные. Больше ничего. Снова решил попробовать вращение. Сработало. Я медленно повернулся на сто восемьдесят градусов. Появилась стена с дырой. За ней тьма. На этот раз я был осторожнее. С опаской просунул в тьму руку. И тут, к моему изумлению, чья-то рука пожала ее. По ощущению, обычная человеческая рука, теплая на ощупь. Сразу после рукопожатия быстро отдернул руку назад. Затем снова медленно просунул ее в дыру. Опять рукопожатие. Но на этот раз та рука вложила в мою визитную карточку. Вытащив руку, взглянул на карточку. Там был указан вполне конкретный адрес. Вернув карточку через дыру и еще раз обменявшись рукопожатием, вытащил руку, совершил обратный поворот в нормальное положение, соединился с физическим телом и сел. Чрезвычайно удивительно. Надо сходить по этому адресу на Бродвей, если это в Нью-Йорке. 5 декабря 1958 года. Утро. Снова совершил поворот и снова обнаружил дыру. Все еще с некоторой настороженностью приблизился к ней и на этот раз просунул туда сразу обе руки. Тут же две другие руки крепко пожали их. Затем, впервые за все время моего экспериментирования, меня окликнули по имени. Чей-то голос женский, тихий, низкий, настойчиво, словно кто-то пытался разбудить меня, стараясь не очень напугать при этом. Позвал. Боб, Боб. Сначала я испугался, затем справился с собой и по своей всегдашней привычке к определенности спросил «Как вас зовут?». Мои слова вызвали нечто вроде оживленного движения или действия, ассоциация рябь, плеск, шум от камня, брошенного в тихое озеро или пруд. Голос снова произнес мое имя, а я повторил свой вопрос, при этом руки продолжали держать мои. Чтобы убедиться, что я в полном сознании и на самом деле каким-то образом говорю слова правильно, я вытащил руки из дыры, повернулся на 180 градусов, соединился с физическим телом, сел физически и вслух задал тот же вопрос. Удостоверившись, снова лег, перевернулся и произнес свой вопрос в дыру. Никакого ответа. Продолжал попытки, пока не почувствовал, что вибрации ослабевают, и я уже не в силах поддерживать это состояние. Тогда я перевернулся и вновь оказался в физическом теле в полной норме. 27 декабря 1958 года вечер, вызвав у себя вибрации, снова, как и ожидал, обнаружил дыру. Набравшись смелости, медленно просунул туда голову. В тот же момент услышал удивленный голос. Кто-то в крайнем возбуждении произнес «Иди-ка сюда, быстро, смотри!» Я никого не увидел, возможно, потому, что глаза мои были закрыты, чтобы удержать эффект вибрации, для чего необходимо отключение от физического зрения. По-прежнему тьма. Тот, к кому обращались, очевидно, не подошел, поэтому голос позвал снова, настойчиво и возбужденно, вибрации стали ослабевать. Я вылез из дыры, перевернулся и благополучно очутился в физическом теле. 15 января 1959 года. После обеда. Вибрации, наконец, наступили, и я перевернулся, чтобы еще раз осмотреть дыру. Она оказалась на месте, под углом 180 градусов. Просунув туда руку, я слегка занервничал, чтобы снять напряжение, мысленно улыбнулся и расслабился, сказав себе, «Ладно, что бы там ни было, рука, когти или лапа, я настроен дружески». Тут чья-то рука взяла мое и пожала. Я ответил рукопожатием. С той стороны отчетливо ощутил дружественность. С некоторым затруднением перевернувшись, вернулся в физическое тело. От возбуждения забыл и о переворачивании, и о сигнале назад, в норму. 21 января 1959 года, вечер. Для начала решил еще раз поэкспериментировать с дырой. Переворачивание прошло гладко, после наступления вибраций. Глубоко засунул одну руку в дыру. Когда стал просовывать вторую, что-то острое, наподобие крюка, впилось мне в ладонь. Потянул руку назад, впилось еще глубже. Наконец вытащил, слегка ошарашенный. Ощущение, будто крюк прошел через руку насквозь. Было не то чтобы больно, скорее неприятно. Перевернулся в физическое тело и осмотрел физически правую руку. Ни следов, ни ощущений, никаких. Хотя не покидало чувство, что какое-то проникновение имело место. 25 января 59 года. Вечер. Еще один эксперимент с дырой. Тип вибрации тот же. Переворачивание на 180 градусов. Опять осторожно просунул руку. Чья-то рука не крюк. Снова взяла ее и крепко сжала. Затем она переложила ее в свою вторую руку. Я медленно разжал эту вторую руку и ощупал ее повыше. Кисть совершенно определенно имела продолжение локоть и плечо. Я уже собирался продолжить обследование, но тут вибрации стали слабеть. Я вытащил руку назад и перевернулся в физическое тело. Никаких признаков необходимости возврата физическое не было. Ни затекших рук или ног. Никаких шумов. Вероятно, причиной возвращения стал какой-нибудь одиночный звук. 5 ноября 59 года. После обеда. Пожалуй, моя осторожность относительно дыры оправдана. Прошел обычную последовательность приемов, вибрации, переворачивание на 180 градусов, просунул в дыру руку и сначала ничего не почувствовал. Сунул глубже и вдруг. Ощущение такое, словно рука окунулась в заряженное электричеством. Кипяток. Наиболее точное сравнение. Быстро отдернул руку, перевернулся и сел физически. Физическая рука онемела и ее покалывала. Судя по положению моего тела, затечь она не могла. Минут через 20 онемелость и покалывания постепенно исчезли. 15 ноября 59 года. После обеда. Экспериментировал с вертикальным входом и выходом, затем перевернулся к дыре. Набравшись смелости одним рывком, проскочил. Через нее, словно пловец, ныряющий через отверстие под водой, ощупал другую сторону. Стена оказалась похожей на мою. Попробовал посмотреть, но вокруг по-прежнему ничего, лишь глубокая тьма. Решив выяснить все раз и навсегда, оттолкнулся от дыры и применил вытягивание в направлении прямо противоположном дыре. Сначала двигался медленно, но вскоре движение резко ускорилось. Стал двигаться еще быстрее, но ощущение трения среды от тела было весьма слабым. Двигаясь, похоже, с очень высокой скоростью, все ждал и надеялся попасть куда-нибудь. Спустя очень долгое, как мне показалось, время забеспокоился. Все еще ничего не видел, ничего не ощущал, наконец занервничал. Стало страшно, что так можно и заблудиться. Притормозил, остановился, развернулся и вытянулся в обратном направлении к дыре. Обратный путь занял столько же времени. Уже было совсем забеспокоился, когда, наконец, увидел впереди вверху свет, идущий из дыры. Нырнул в нее, выбрался, перевернулся и сел физически. Время отсутствия – 3 часа 15 минут. Двадцать третье ноября, пятьдесят девятого года. Вечер. Дыра обитаема. Сегодня вечером в семь тридцать после наступления вибраций. Перевернулся на сто восемьдесят градусов и на этот раз без особого колебания пролез через дыру и встал. Тут же почувствовал присутствие кого-то, стоящего рядом со мной. Я не то чтобы видел его, впечатление такое, что это мужчина, а скорее ощущал его присутствие. Совершенно безотчетно, даже теперь, вспомнив весь эпизод спокойной обстановки, не могу понять, почему я это сделал. В порыве благодарности я упал перед ним и разрыдался. Спустя мгновение успокоился, осторожно попятился, перевернулся назад в физическое и сел. Кто это был и почему я реагировал так эмоционально? Двадцать седьмого ноября пятьдесят девятого года. Вечер. Намерившись получить дополнительные ответы или хотя бы один, после наступления вибраций перевернулся на сто восемьдесят градусов и целенаправленно пролез через дыру. По-прежнему черно и темно, но не неприятно, никаких рук, ничьего присутствия. Под ногами почувствовал что-то твердое, поэтому приложил большие усилия, чтобы открыть глаза и видеть. Получилось, и я увидел всю картину целиком. Я стою рядом с какой-то постройкой, похожей скорее на сарай, чем на дом, на открытом пространстве наподобие луга. Я думаю, не взмыть ли мне в небо? Светло-светло-голубое, безоблачное. Но, кажется, не могу оторваться от земли. Может быть, здесь я обладаю весом? Примерно в сотне футов от меня, что-то похожее на приставную лестницу, подхожу ближе и понимаю, что это какая-то специальная башня, футов десяти высотой. Словно птица, которой нужно место для взлета, забираюсь на вершину башни, отталкиваюсь для полета, и тут же, с глухим стуком, падаю на землю. Должно быть, так чувствует себя птица с подрезанными крыльями. Встал на ноги и тут только понял, как по-дурацки я себя веду, ведь я не проделал все необходимые приемы, они обязательны даже здесь. Я поднял вверх руки, распрямил ладони, вытянулся и легко взмыл вверх. Медленно перемещаясь над лугом, я с удовольствием разглядывал панораму, как вдруг что-то пролетело мимо меня. Я едва успел обернуться и заметить, как это нечто устремилось к стене с дырой. Почему-то испугавшись, как бы оно ни проскочило на ту сторону и не заняло мое тело, я на лету развернулся и нырнул в дыру. Тут же с опозданием сообразил, что то, что я принял за дыру, на самом деле оказалось окном, строение, влетев через него, я очутился в темноте. Пошарив вокруг, обнаружил края дыры, пролез через нее, перевернулся и сел физически. Все было в порядке, место то же самое, ход времени не нарушен, так что я вернулся благополучно. Вибрации были еще сильны, поэтому перевернулся на 180 градусов, пробрался через дыру и вышел на яркий свет. Приглядываясь на этот раз повнимательнее, заметил двух человек, мужчину и женщину, сидящих на стульях поблизости от строения. Вступить в контакт с мужчиной мне не удалось, но женщина, подробнее о ее физическом облике сказать «ничего не могу», кажется, понимала, что я здесь нахожусь. Я спросил ее, а знает ли она, кто я, но ничего, кроме ощущения понимания с ее стороны, не уловил. Вибрации начали спадать, я повернул назад, нырнул в дыру, перевернулся и сел. Общая длительность всего эпизода – 40 минут. Что можно сказать об этих экспериментах? При поверхностном взгляде они, как минимум, представляют собой еще один образчик необычной галлюцинации, как максимум можно сделать вывод, что они имеют тенденцию к развитию. Во-первых, в письменных источниках, описывающих такого рода опыты, ничего подобного не сообщается. Ведь это не самопроизвольные инциденты, а сознательно спланированные и систематически повторяемые эксперименты. В этом отношении они, по-видимому, уникальны. Во-вторых, повторение эксперимента достигалось по следующей формуле. Первое – вызывание состояния вибраций, зачем следовали? Второе – переворачивание на 180 градусов. И третье – появление дыры. Эксперимент выполнялся не один раз, а по крайней мере 11. Переворачивание на 180 градусов наводит на интересное соображение. Мысль о выходе из фазы и явно идентичное смещение до полной противоположности заслуживают внимания физиков. Исследования фазовых переходов волн, примененные к данному случаю, могут привести к созданию плодотворной теории. Тьма в дыре, по всей видимости, следствие ограниченности моего зрения. Еще в начале экспериментирования я понял, что для удержания состояния вибраций зрения необходимо ограничивать и стал делать это сознательно. Видимо, этим объясняется, что когда я решил попробовать видеть, у меня это получилось. Было бы интересно попытаться использовать зрение во время долгого исследовательского полета. Многое можно было бы узнать. Случаи с руками не поддаются объяснению. Предположение, что первый контакт с рукой обусловлен какими-либо внешними обстоятельствами или самовнушением ничем не подтверждается. Что касается второго и последующих случаев, такая причина не исключена. Но это никоим образом не снижает значимости первого из этих эпизодов. Визитную карточку с адресом можно отнести к разряду воспоминания из прошлого, ассоциировавшегося с рукопожатием при знакомстве. Что значит «впившийся в руку крюк» так и непонятно. Окликание по имени при других обстоятельствах не представляет собой чего-то необычного. Имеется многочисленное описание подобных голосов, непонятно откуда звучащих, как во время бодрствования, так и во сне. На этот счет существуют различные психологические теории, но все они дают лишь частичное объяснение. Самое интересное из всего это то, что некто другой явно обнаружил мое проникновение в дыру. Если верить опубликованным описаниям других экспериментов, то проникновение в дыру наблюдалось ими или их разумом с некоторого расстояния. Если мои опыты имеют ту же структуру, то момент времени в них должен быть идентичным, однако доказать это невозможно. Моя эмоциональная реакция навстречу с некто имеет много общего с мистическим переживанием. Знаменательно, что меня охватило чувство благоговейного экстаза, вызвавшее эмоциональную разрядку. Все это оказалось только началом, за которым последовала целая серия экспериментов с устойчиво повторяющимися результатами, не поддающимися никакому историческому объяснению, однако разум, жаждущий познания, не может позволить себе оставить без обобщения опыт, списав его на галлюцинацию. Локал-3 в общем и целом оказался физически-материальным миром, почти идентичным нашему. Природная среда та же самая, там есть деревья, города, люди, предметы и все прочее, присущее достаточно цивилизованному обществу, имеются жилища, семьи, бизнес, люди работают, чтобы обеспечить себя, есть дороги, по которым ездят машины, есть и железные дороги с поездами. Теперь, что касается почти. Поначалу я думал, что Локал-3 просто какая-то часть нашего мира, неизвестная как мне, так и другим. Такое именно впечатление она производила. Однако более тщательный анализ показал, что это не может быть ни настоящим, ни прошлым нашего физически-материального мира. Техническое развитие причудливое. Совершенно нет электрических приборов. Электричество, электромагнетизм и все с ними связанное отсутствует. Нет электрического света, телефона, радио, телевидения, электрической энергии. Не удалось обнаружить ни двигателей внутреннего сгорания, ни бензина или нефти в качестве источника энергии. Вместо них используется механическая энергия. Внимательный осмотр одного из локомотивов, тащившего состав из старомодного вида пассажирских вагонов, показал, что он приводится в движение паровым двигателем. Вагоны, похоже, были из дерева, а локомотив из металла. По виду он отличался от наших устаревших моделей. Ширина колеи гораздо меньше, принятой у нас, меньше даже наших горных узкоколеек. Мне довелось в деталях наблюдать обслуживание одного из локомотивов. Ни дрова, ни уголь для получения пара не применялись. Вместо этого из-под парового котла осторожно выкатывали, похожие на баки, контейнеры, отсоединяли их и увозили на маленькой тележке в здание с толстыми массивными стенами. В верхней части контейнеров имелись трубкообразные выступы. Люди, выполнявшие эту операцию, работали с сугубой осторожностью, за особыми экранами, ни на минуту не ослабляя бдительности, до тех пор, пока контейнеры не оказывались надежно помещенными в здание, а дверь за ними закрыта. Содержимое контейнеров было горячим. Вследствие либо тепла, либо радиации. Действия обслуживающего персонала, похоже, говорят в пользу последнего. Улицы и дороги отличаются от наших, но главным образом размерами. Переулок, по которым уходит транспорт, раза в два шире, чем у нас. Их автомобили гораздо больше наших, по габаритам. Даже в самом маленьком имеется. Одна единственная скамья, где в ряд могут усеться человек пять-шесть. В самой распространенной модели крепится только кресло шофера, а остальные сиденья словно стулья в гостиной, расставлены по салону, размерами примерно футов 15 на 20. Колеса без надувных шин. Управление осуществляется с помощью одного лишь горизонтального рычага. Источник движущей силы располагается где-то в задней части машины. Скорость невелика, миль 15-20 час. Дорожное движение не интенсивное. Существует и механические средства передвижения. Нечто вроде четырехколесной платформы, направляемой передними колесами при помощи ног. Специальный механизм передает энергию от поступательно-возвратных, как при качании насосом, движений рук на задние колеса. Это весьма похоже на выпускавшиеся, когда-то детские, грибные вагончики. Такой транспорт используется для передвижения на короткие расстояния. Обычаи и порядки отличаются от наших. Те немногие сведения, которые удалось собрать, позволяют сделать вывод, что историческое прошлое там иное, с иными событиями, именами, местами и датами. Хотя люди, по крайней мере, сознание воспринимает их как людей. Этого мира, по-видимому, находятся на той же стадии эволюции, что и мы, техническое и социальное развитие не вполне совпадает с нашим. Самое большое открытие ждало меня, когда, осмелев, я начал совершать длительные экспедиции в Локал-3. Вопреки первоначальным данным, тамошние обитатели не подозревали о моем присутствии, пока я не встретился и не слился с неким человеком, которого я могу охарактеризовать только как «моё я, живущее там». Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, сводится к следующему. «Полностью осознавая себя живущим и существующим здесь, я оказался притянутым к очень похожему на меня человеку того мира и стал на непродолжительное время вселяться в его тело. Когда это случилось, а это стало происходить автоматически, каждый раз, когда я отправлялся в Локал-3, я попросту брал себе его тело. При этом, когда я временно замещал его, его ментальное присутствие не ощущалось. Свои знания о нем, его занятиях, его прошлом я получал от его семьи и, по-видимому, откуда-то из банка памяти его мозга. Хотя я и знал, что я – это не он, объективно я мог чувствовать эмоциональные стереотипы его прошлого. Можно только догадываться, в какое замешательство повергали его приступы амнезии, вызванные моими вторжениями. Некоторые из них, должно быть, причиняли ему немало неприятностей. Вот его жизнь. Тот «я» во время моего первого вторжения был довольно одинок. Он не особенно преуспевал на работе. Архитектор-строитель и не отличался общительностью. По социальному происхождению он из тех, кого можно условно назвать низкооплачиваемыми, однако сумел закончить нечто вроде колледжа средней руки. В начале своей карьеры он провел много времени в большом городе на заурядной работе. Жил он на втором этаже дома гостиничного типа, на работу ездил автобусом. К слову сказать, автобус очень широкий, в ряду по восемь сидений, находящихся за спиной у шофера и поднимающихся ярусом, так что пассажиры могут обозревать дорогу впереди. Мое первое вторжение случилось как раз в тот момент, когда он выходил из автобуса. Водитель подозрительно взглянул на него, когда я попытался заплатить за проезд. Похоже, у них за это не платят. Следующее вторжение пришлось на период душевного кризиса. Тот, я, встретил Ли, богатую молодую женщину с двумя детьми, мальчиком и девочкой, которым не было еще четырех лет. Ли, человек невеселый, тоскующий и отчести ушедший в себя. Она, похоже, пережила какую-то большую трагедию, как-то связанную с ее бывшим мужем, но в чем заключалась трагедия, не ясно. Тот я встретил ее совершенно случайно и глубоко привязался к ней. Ее дети нашли в нем прекрасного товарища. При первой встрече Ли лишь слегка заинтересовалась им, гораздо больше ей импонировали его внимание и теплота к детям. Следующее вторжение случилось в тот момент, когда Ли и тот я объявили друзьям, ее друзьям, о своем намерении пожениться. Там это понятие имеет слегка иной оттенок. Среди друзей это вызвало большой переполох, главным образом потому, что прошло всего 13 дней. Ли – знак вопроса, с того времени, как в жизни Ли случилось какое-то важное событие – развод, смерть мужа или какое-то физическое ухудшение. Тот я был по-прежнему сильно увлечен ею, а она все так же печальна и погружена в себя. Одно из более поздних вторжений состоялось, когда Ли и тот я жили в доме в почти сельской местности. Дом с длинными прямоугольными окнами и очень широкими, словно у пагоды, карнизами стоял на невысоком холме. На расстоянии ярдов 300 от него холм огибала железная дорога. Рельсы шли сначала справа по прямой, затем пересекали переднюю часть холма и заворачивали назад налево. От самого крыльца и вниз по склону росла темно-зеленая трава. За домом располагался офис «Того я» – однокомнатное строение, где он работал. В этот раз Ли вошла в офис и подошла к столу в тот самый момент, когда я заменил «Того я». «Рабочая просит разрешения взять кое-какие из твоих инструментов», – сказала она. Я озадаченно взглянул на нее. Не зная, что сказать, я спросил. «А о каких рабочих, она говорит?» «Конечно, о тех, что работают на дороге», – сказала она, еще не заподозрив ничего неладного. Не успев сообразить, какие последствия это повлечет, я сказал, что на дороге никто не работает. Тут она пристально, с подозрением взглянула на меня. Я совершенно не знал, что делать дальше, поэтому покинул тело и через дыру вернулся назад. Еще одно насыщенное событиями вторжения произошло, когда тот «я» создал свою лабораторию. Он был не вполне подготовлен для проведения задуманных исследований, но тем не менее решил, что в состоянии сделать какие-то новые открытия. Он снял, вероятно, благодаря состоянию Ли, огромное складское помещение, разделил его на маленькие отсеки и стал проводить какие-то эксперименты. В середине одного из них я заменил его в теле, но был не в состоянии определить, каков план его действий дальше. Именно в этот момент вошла Ли с гостями, главным образом, чтобы показать, чего он достиг, работая в этом реконструированном здании. Я в теле того «я» стоял на месте и не мог ничего сказать в ответ, на просьбу Ли рассказать гостям о том, чем я занимаюсь. Несколько огорошенная Ли увела пару в другую комнату. Я заколебался, следует ли тому мне пойти за ними. Я старался ощутить какой-нибудь из его поведенческих стереотипов, по которому он мог бы действовать в данном случае. Мне удалось понять лишь то, что он пытался разработать новые формы театральной постановки, оформления сцены, освещения, декораций для того, чтобы придать просмотру пьесы характер крайне личного переживания. Лишь частично преуспев в его воспоминаниях, я, когда услышал, что Ли с гостями возвращаются, покинул его тело, дабы не осложнять его жизнь еще больше. Другое вторжение случилось во время отпуска в горах. Тот я, Ли и двое детей ехали по извилистой горной дороге, каждый на своем механическом приспособлении, описание которого я уже давал. Я вступил неожиданно в тот самый момент, когда они достигли подножия одного холма и начали подъем на другой. Не имея опыта обращения с этой штукой, я попробовал заехать на холм, но вскоре скатился с дороги и вляпался в небольшую кучу грязи. Остальные ждали, когда я снова выберусь на дорогу. Я пробормотал, что лучше было бы поехать другим путем. Каким-то образом это подействовало на Ли, и она вдруг успокоилась. Почему? Я не понял. Уверен, что тот я понимал. Я попробовал объяснить ей, что я совсем не тот, за кого она меня считает, но сообразил, что это только испортит дело. Тут я ушел, вернувшись через дыру в свое физическое тело. Во время последующих вторжений тот я и Ли уже не жили вместе. Он добился некоторого успеха, но какой-то его поступок оттолкнул ее. Оставшись в одиночестве, он постоянно вспоминал ее и глубоко сожалел о допущенной им слабости, которая рассердила ее. Как-то раз он случайно встретил ее в большом городе и умолял позволить навестить ее. Она сказала, что не против его прихода и посмотрит, стал ли он лучше. Она жила, по нашим понятиям, в квартире на третьем этаже жилого здания. Он обещал прийти. К несчастью, тот я потерял или забыл адрес, который она ему дала, и во время моего последнего вторжения он был одинок и подавлен. Он был уверен, что Ли расценит потерю адреса как равнодушие с его стороны и еще одно доказательство его – непостоянство. Он работал, но свободное время посвящал поискам Ли и детей. Как все это понять? Если принять во внимание далеко не идиллическую ситуацию, то едва ли можно расценить это как бегство от реальности через подсознание. Не похоже это и на жизнь, которую хотелось бы выбрать, чтобы наслаждаться ею вместо другого. На сей счет можно строить только умозрительное предположение, при этом умозрением такого рода придется иметь дело с концепциями, неприемлемыми с точки зрения современной науки. Однако такая жизнь, двойная, но разная, может дать ключ к разгадке того, где находится локал 3. Самое важное предположение, которое можно вывести из всего этого, состоит в том, что локал 3 и локал 1 здесь теперь не одно и то же. Это можно заключить на основе различий в научно-техническом развитии. В этом отношении локал 3 нас не опережает, пожалуй, даже наоборот. В нашей истории нет такой эпохи, когда бы наука находилась на уровне локала 3. Если локал 3 – это не известное нам прошлое, не настоящее и невероятное будущее локала 1, то что же это? Это и не часть локала 2, где существует и действует одна лишь мысль. Возможно, это память человечества или какая-нибудь иная о земной физической цивилизации. или какая-нибудь иная о земной физической цивилизации, существовавшей до начала известной нам истории. Возможно, это другой мир земного типа, расположенный в другой части Вселенной, каким-то образом доступный при помощи ментальных манипуляций. Возможно, это антиматериальный дубликат нашего физического земного мира, где мы те же самые, но вместе с тем и другие, связанные вместе, частичка к частичке, при помощи силы, выходящей за пределы нашего нынешнего разумения. Доктор Леон Ледерман, профессор физики в Колумбийском университете, пишет, «Космологическая концепция существования в буквальном смысле антимира со звездами и планетами, состоящими из атомов антиматерии, представляющей собой отрицательно заряженные ядра, окруженные положительно заряженными электронами, полностью совместима с основными положениями физики. Это дает право высказать захватывающую идею о том, что в этих антимирах живут анти-люди, чьи антиученые, быть может, в этот самый момент радуются открытию материи». 7. Пост-мортем. После смерти. Любое допущение существования второго тела неизбежно влечет за собой вопрос, над которым человечество ломает голову с того самого дня, как научилось мыслить. Продолжается ли наша жизнь после смерти? Существует ли жизнь по ту сторону гробовой доски? Наши религии отвечают «Верь, надейся». Но для логического мышления, ищущего веских обоснований, позволяющих сделать четкий, однозначный вывод, этого недостаточно. Я могу обещать лишь то, что буду максимально точным и объективным, насколько это возможно при описании столь, по сути своей, субъективного опыта. Быть может, ознакомившись с моими данными, вы сочтете их достаточно весомыми. Доктора Ричарда Гордона я впервые встретил в 1942 году в Нью-Йорке. Он имел степень доктора медицины и был специалистом по внутренним болезням. Мы подружились, и он стал нашим семейным врачом. У него была обширная практика, сложившаяся за многие годы, а сам он обладал редким, цинично-саркастичным чувством юмора. Он был приземленным реалистом, наделенным немалой практической мудростью. Во время нашей первой встречи ему было за пятьдесят, так что молодым я его не знал. Был он невысокого роста, худощавый, с прямыми светлыми волосами и наметившийся лысиной. У доктора Гордона были две бросающиеся в глаза характерные особенности. Судя по всему, он хотел прожить долго и потому тщательно контролировал себя. Он специально ходил медленно, размеренным шагом, спешил он только тогда, когда это было совершенно необходимо. Выражаясь точнее, он не ходил, а прогуливался, с заученным автоматизмом. Вторая особенность. Когда к нему в офис приходил посетитель, он выглядывал из-за двери и пристально разглядывал его, не говорил «привет», не кивал головой, не делал знака рукой, а просто рассматривал, как бы желая сказать «что тебе нужно, черт побери». Хотя мы никогда об этом не говорили, нас связывали очень теплые и дружеские отношения. Такие вещи, как правило, не поддаются объяснению и не имеют рационального обоснования. Между нами было очень мало общего, если не считать того, что нам выпало жить примерно в одно и то же время. Весной 1961 года я навестил доктора Гордона в его офисе, где он угостил меня обедом, приготовленным на Бунзеновской горелке, его санитаркой. Он выглядел усталым и озабоченным, и я не применил высказаться на сей счет. — Я себя неважно чувствую, — ответил он, и тут же перешел на свой обычный тон. — Ну что тут такого? Разве доктор не может позволить себе заболеть хоть раз в жизни? Я рассмеялся и посоветовал ему что-нибудь предпринять, ну, скажем, показаться своему домашнему врачу. — Хорошо, — безучастно откликнулся он, а затем снова продолжил в своей манере. — Но сначала я съезжу в Европу. Я сказал, что это замечательно. — Уже и билеты есть, — сказал он. — Мы ездили туда много раз, но теперь мне хочется посмотреть кучу всяких мест, где мы не были. А ты был в Греции или Турции, Испании, Португалии, Египте? — Я ответил, что не был. — Знаешь, побывай обязательно, — сказал он, выставив вперед ногу. Съезди при случае, такие места нельзя пропустить, я свой шанс упускать не собираюсь. Я сказал, что постараюсь, хотя у меня и нет прибыльной практики, которая к тому же дожидалась бы, пока я вернусь из дальних вояжей. Он снова стал серьезным. — Боб, я сделал паузу. — Что-то мне не нравится мое самочувствие. — Осторожно, — сказал он. — Не нравится. Послушай, почему бы вам с женой не съездить в Европу вместе с нами? — Поехать хотелось. Доктор Гордон с женой отплыли в Испанию примерно через неделю. Никаких известий от них не было, и я полагал, что они загорают где-то на Средиземном море, когда через шесть недель позвонила миссис Гордон. В Европе доктор заболел, и им пришлось прерывать свою поездку. Он отказался от лечения за границей и настоял на возвращении домой. Его мучили сильные боли, и он был сразу же помещен в больницу для диагностической операции. У меня не было возможности навещать его в больнице, но через его жену я был осведомлен о его состоянии. Диагностическая операция прошла благополучно. Врачи обнаружили то, что и так подозревали — рак брюшной полости в последней стадии. Оставалось лишь постараться, насколько возможно, облегчить его участь. Из больницы ему было уже не выйти, по крайней мере, живым, или еще точнее, физически живым. Получив это известие, я почувствовал, что должен найти способ повидать доктора Гордона. Теперь, как это бывает, когда вглядываешься в прошлое, мне все стало ясно. Я понял, что во время той нашей беседы у него в офисе он уже знал о своем состоянии. Ведь он был специалистом по внутренним болезням, к тому же вполне мог определить признаки и симптомы заболевания в своей личной лаборатории. Потому-то он так внезапно и отправился в Европу. Он просто хотел использовать свой последний шанс. И использовал. Я ощутил настоятельную потребность поговорить с доктором Гордоном. За все время наших бесед я ни разу не разговаривал с ним о своих фантастических способностях и о том, что со мной происходит. Пожалуй, я боялся, что он закинет голову, рассмеется и пошлет меня к своему сыну-психиатру. Теперь дело другое. Он оказался в ситуации, где я, возможно, мог ему пригодиться. Я не знал, каким именно образом мой опыт может оказаться ему полезен, но был глубоко убежден, что это так. Снова и снова я предпринимал попытки повидать доктора Гордона, но к нему не пускали никого, кроме жены. И, наконец, я обратился к миссис Гордон с просьбой помочь устроить свидание с ним. Она объяснила, что из-за сильнейших болей большую часть времени его держат в состоянии глубокой наркотизации, поэтому в ясном сознании он бывает очень редко. Ее он обычно узнает только по утрам, да и то не каждый день. Не вдаваясь в подробности, я сказал ей, что мне нужно сообщить ему одну важную вещь. Несмотря на свое горе, она, кажется, поняла, что я хочу сказать, нечто большее, чем просто слова дружеского утешения. Женская интуиция подсказала ей выход. А может, написать ему письмо? Предложила она. Я его передам. Я ответил, что, боюсь, он будет не в состоянии прочесть его, если вы напишете «я прочту», когда он будет в сознании настолько, чтобы понимать. Так мы и сделали. Каждый раз, когда он приходил в сознание, она снова и снова перечитывала ему мое письмо. Уже после она сказала мне, что делала это не по своей инициативе, а по его просьбе. Значит ли это, что он хотел прочно усвоить что-то из моего письма? Узнав об этом, я почувствовал глубокое сожаление. Может быть, заговоря с ним на сей счет раньше, он и не стал бы смеяться. Если бы у меня хватило духу обсудить с ним свои похождения, это могло бы принести большую пользу нам обоим. Ниже приводятся выдержки из моего письма доктору Гордону, относящиеся к сути интересующего нас вопроса. Вы помните все анализы и обследования, которые проводили, когда я обратился к вам с некоторыми своими опасениями? Так вот, именно тогда все это и началось. Теперь, когда вы на какое-то время оказались в больнице, можете попробовать это сами и сами сделать вывод. Таким образом, я совсем не прошу верить мне просто на слово. Вам будет чем заняться, пока вы выздоравливаете. Прежде всего, как бы это не противоречило вашему опыту, вам придется допустить возможность того, что вы можете действовать, мыслить и существовать без ограничений, налагаемых физическим телом. И не просите вашу жену направить меня к вашему сыну, психиатру. С помощью одного только Фрейда эту проблему не решить. К тому же, ваш сын и без меня зарабатывает достаточно. Во время наших с вами бесед мне казалось неуместным поднимать этот вопрос, но раз уж вы оказались прикованным к постели, постарайтесь отнестись к этому достаточно серьезно. Это может пригодиться вам впоследствии, и, я надеюсь, вам удастся открыть нечто такое, что ускользнуло от меня. Все зависит от того, сможете ли вы, валяясь на больничной койке, тоже развить себе способность покидать свое физическое тело. Если да, это поможет вам во многих отношениях. Это может стать одним из способов облегчить физическую боль. В общем, не знаю. Попробуйте. Со всей искренностью, на какую я только способен, призываю вас, Дик, подумать об этом. Вы сделаете большой шаг вперед, всего лишь приняв мысль о том, что ваше второе, не физическое тело, в самом деле существует. После того, как вы достигнете этого, единственным оставшимся барьером будет страх. Но его не должно быть. Ведь это все равно, что бояться собственной тени, самого себя. Здесь нет ничего странного, скорее всего, естественно. Свыкнитесь с мыслью о том, что недостаток сознательного опыта еще не значит, что всего этого надо бояться. Неведомое пугает лишь до тех пор, покуда остается таковым. Если вы будете упорны, вы перестанете бояться. Только после этого попробуйте формулу, которую я даю здесь. Мне неизвестно, как может повлиять назначенное вам лечение, оно может помочь или, наоборот, помешать предлагаемой мною технике, но все же попробуйте. На первый раз может и не сработать. Самое главное – сообщите, как у вас получается. Когда вам станет лучше, я, возможно, загляну, и мы все подробно обсудим. Что касается сейчас, я бы пришел к вам лично, но ведь вы знаете, какие в больнице строгости насчет правил. Если вы расскажете о своих попытках жене, я уверен, она передаст мне. Но гораздо больше мне бы хотелось как-нибудь попозже услышать все от вас самого. Только дайте мне знать. Миссис Гордон не сообщила мне, предпринимал ли он какие-либо попытки. Мне же казалось крайне неуместным в такое время докучать ей своими расспросами. Она была слишком подавлена сознанием того, что доктор Гордон обречен, я до сих пор не уверен, поняла ли она, что мое письмо можно истолковать как инструкцию по обучению умиранию. Спустя несколько недель доктор Гордон впал в кому, умер он спокойно, не приходя в сознание. В течение нескольких месяцев я раздумывал, как бы побывать у него, где бы он ни находился. Он был первым близким мне человеком, умершим после того, как начали развиваться мои фантастические способности. Меня разбирало любопытство, но в то же время я был невозмутим. Такая возможность представлялась мне впервые. Я не сомневался, что доктор Гордон, продолжая он существовать, не стал бы возражать. Ничего не зная о таких вещах, я решил, что прежде чем вмешиваться в его дела, ему, вероятно, нужно дать время отдохнуть. К тому же и мне самому. Не мешало набраться побольше храбрости, поскольку таких экспериментов я еще не ставил, а дело могло оказаться опасным. И вот в одну из суббот после обеда я предпринял такую попытку. Около часа ушло на то, чтобы войти в вибрирующее состояние, наконец, мысленно крича «Хочу увидеть доктора Гордона!» я вывернулся из тела. Спустя мгновение я начал быстро двигаться вверх. Вскоре от быстрого движения все перед глазами. Слилось, и я ощутил нечто вроде потока очень разреженного воздуха. Кроме него я почувствовал чью-то руку, поддерживающую меня под левый локоть. Кто-то помогал мне попасть туда. Путешествие казалось бесконечным, но вдруг я остановился, или был остановлен. Несколько ошеломленный я стоял в большой комнате. Было впечатление, что это нечто вроде института. Рука, державшая меня за локоть, пододвинула меня к открытой двери и остановила в самых дверях, откуда я мог видеть соседнюю комнату. Раздавшийся слева мужской голос произнес мне почти в самое ухо. «Если будете стоять здесь, через минуту доктор увидит вас». Я кивнул в знак согласия и стал ждать. В комнате находилась группа людей. Трое или четверо из них слушали молодого человека лет двадцати двух, о чем-то увлеченно рассказывавшего им, дополняя свою речь жестами. Доктора Гордона не было видно, и я продолжал ожидать его появления с минуты на минуту. Чем дольше я ждал, тем жарче мне становилось. Под конец мне стало так жарко, что я сильно забеспокоился. Причина жара была мне непонятна, и я не знал, как долго смогу его терпеть. Ощущение было такое, словно пот ручьями течет по лицу. Я понял, что больше не вынесу. Такая жара не по мне. Если доктор Гордон вот-вот не появится, придется отправиться назад, так и не увидев его. Я повернулся и снова посмотрел на стоявших группой людей, подумав, не спросить ли их о докторе Гордоне. В этот самый момент невысокого роста худой юноша с большой шапкой волос остановился посреди разговора и на мгновение пристально посмотрел на меня. Бросив на меня беглый взгляд, он вновь повернулся к остальным и продолжил оживленную дискуссию. Жар стал невыносимым, и я решил отправиться назад. Ждать еще я уже не мог. Применив ранее разученное мною движение, я взмыл вверх, прочь, из комнаты. Путь назад был долгим. Придя в себя, я обследовал свое физическое тело. Оно было холодным и слегка одеревеневшим. Никаких ручьев пота, разумеется, не обнаружил. Разочарованный, я сел и записал свое путешествие в дневник. Непонятно, почему я потерпел неудачу. Найти доктора Гордона мне не удалось. Время пребывания вне физического — два часа. Упрямство — наследственная черта моего характера. В следующую субботу я предпринял еще одну попытку. — Едва я покинул физическое тело и стал звать доктора Гордона, как рядом со мной раздался, сдержан раздраженный голос. — Зачем вам видеть его снова? Вы же видели его в прошлую субботу. От неожиданности я сразу же нырнул в физическое тело. Сев, оглядел свой офис. В комнате никого не было. Все в порядке. Подумал, не попробовать ли снова, но решил, что на сегодня для еще одной попытки уже слишком поздно. Прошлая суббота. Ничего значительного в прошлую субботу не было. У меня просто не получилось. Просмотрел свои записи за прошлую субботу. Ага, вот оно что. Через минуту доктор увидит вас. Именно через минуту невысокий худой юноша с шапкой волос обернулся и пристально посмотрел на меня. Он смотрел, не произнося ни слова, будто размышляя. Что я заметил, так это совпадение облика юноши с тем, как должен был бы выглядеть доктор Гордон в 22 года. Если посчитать это за галлюцинацию, логично было бы ожидать, что мне встретился 70-летний доктор Гордон. Это, пожалуй, больше, чем что-либо другое, придает достоверности данному опыту. Ведь я ожидал увидеть человека 70 лет. Я не узнал доктора, потому что он выглядел иначе, чем я ожидал. Если бы это была галлюцинация, то было бы логично встретить 70-летнего доктора Гордона. Позднее, во время визита к его вдове, мне удалось увидеть его старую фотографию, снятую, когда ему было 22 года. Я, разумеется, не стал говорить миссис Гордон, для чего мне нужно посмотреть эту карточку. Она в точности соответствовала облику человека, которого видел я и который видел меня там. Кроме того, миссис Гордон рассказала, что в молодости он был чрезвычайно активным и энергичным, постоянно спешил и имел большую копну светлых волос. Как-нибудь попробую навестить доктора Гордона еще раз. А вот еще один случай. Собираясь переехать в другой штат, мы продали свой дом неожиданно подвернувшемуся покупателю. До переезда оставался еще целый год, и в качестве временной меры мы сняли дом. Он стоял в интересном месте, на вершине скалы, возвышавшейся над маленькой речушкой. Мы сняли его через агента и никогда не встречались, и никак не контактировали с владельцем. Мы с женой заняли хозяйскую спальню, расположенную на втором этаже. Как-то вечером, спустя примерно неделю после переезда, мы легли спать. Жена почти сразу же заснула, а я лежал в полумраке и, глядя в большие от пола до потолка окна, рассматривал ночное небо. Тут я ощутил непроизвольное приближение знакомого вибрирующего состояния. Мне стало интересно, что будет, если попробовать на новом месте? Наша кровать стояла изголовьем к северной стене, и если лежать на ней, то справа находится дверь в холл, слева в хозяйскую ванную. Только я начал подниматься из физического тела, как заметил, в дверях, какую-то белую фигуру, размерами и формой, напоминающую человека. Наученный опытом быть крайне осторожным с незнакомцами, я решил выждать и посмотреть, что будет дальше. Белая фигура вплыла в комнату, обогнула кровать и, пройдя на расстоянии фута, от моего края постели направилась в ванную. Я разглядел ее. Это была женщина, средних лет, среднего роста, с прямыми темными волосами и довольно глубоко посаженными глазами. В ванной она побыла лишь несколько мгновений, затем, вновь, появилась оттуда и снова, стала обходить кровать. Я сел, не физически, в этом я уверен, и протянул руку, чтобы прикоснуться к ней. Мне хотелось узнать, возможно ли это. Да. Заметив движение, она остановилась и взглянула на меня. Когда она заговорила, я слышал ее совершенно отчетливо. Я видел окна и занавески позади ее и сквозь нее. А что вы собираетесь делать с картинами? Голос был женским, и я видел, как шевелятся ее губы. Не зная, что ответить, я попросил ее не беспокоиться, сказав, что о картинах позабочусь. Она слегка улыбнулась на это, затем протянула обе руки и взяла мою руку между ладонями. На ощупь они показались мне совершенно настоящими, теплыми и живыми. Легонько пожав мою руку, она мягко отпустила ее и, обогнув кровать, вышла в дверь. Я подождал еще, но она не вернулась. Тогда я лег, активизировав физическое тело, а затем вылез из постели, подошел к двери в холл, заглянул в другие комнаты, но никого там не обнаружил. Я прошел все комнаты первого этажа, но и там никого не было. Закончив осмотр, я сделал запись в дневнике, лег в постель и заснул. — Несколько дней спустя мне встретился наш сосед, живший в доме рядом с нами, доктор Сэмюэль Канн, психиатр, везет мне на них. И я спросил его, не был ли он знаком с владельцами этого дома. — Да-да, я хорошо знал их, — ответил доктор Канн. Миссис У умерла с год назад, а мистер У после этого не захотел даже входить в дом, сразу же уехал и с тех пор не возвращался. — Я выразил сожаление, прибавив, что дом очень хорош. — В самом деле, видите ли, это был ее дом, — сообщил доктор Канн. В нем она и умерла, в той самой комнате, где теперь ваша спальня. — Она, должно быть, очень любила свой дом? — Да, конечно, — ответил он, — особенно любила картины, развешивала их, повсюду, для нее весь смысл жизни был в этом доме. Я спросил, нет ли у него случайно фото, миссис У? — Так-так, дайте вспомнить. На секунду задумавшись, он сказал, — Почему же? — Есть. Она должна быть на групповом снимке в клубе. Пойду посмотрю, может, найду. — Через несколько минут доктор Канн вернулся. С фотографии, на которой были сняты человек пятьдесят-шестьдесят, мужчин и женщин. Так как стояли они рядами друг за другом, у большинства были видны только лица. Доктор Канн принялся разглядывать фотографию. — Где-то здесь она должна быть, я точно помню. Заглянув через плечо, я заметил во втором ряду знакомое лицо. Показав пальцем, я спросил доктора Кана, не она ли это. — Да-да, это миссис У. Он с любопытством посмотрел на меня, но быстро нашелся. — А, наверное, вы нашли в доме ее фотографию? — Я ответил утвердительно. Затем, как бы, между прочим, поинтересовался, не было ли у миссис У каких-нибудь характерных жестов или чего-нибудь в этом роде. — Нет, ничего такого, не припомню, — ответил он. — Впрочем, дайте подумать, что-то, кажется, было. — Поблагодарив его, я направился прочь уходить, но тут он окликнул меня. Я обернулся. — Постойте, была одна черточка, — сказал доктор Канн. Я спросил, какая именно? — А вот что, когда она радовалась или хотела выразить благодарность, она брала вашу руку в ладони и легонько пожимала ее. — Вас это устраивает? — Меня? — Устраивало. Набравшись опыта в столь необычной области, я стал чувствовать себя в этих делах несколько увереннее. У меня был очень близкий друг, Агню Бенсон. Мы были ровесниками, и нас многое связывало. Я знал его около восьми лет. Кроме всего прочего, он был пилотом и часто летал на самолетах своей авиакомпании. Он интересовался антигравитацией, и мы много раз обсуждали с ним эту проблему. Он построил лабораторию, где проводил опыты по этой теме. Среди прочих вопросов, относящихся к изучению гравитации, мы обсуждали и такой, можно ли в эпоху крупных научных коллективов и чрезвычайно дорогостоящего оборудования добиться серьезных результатов в исследовании антигравитации в одиночку или вдвоем. В 1964 году, во время командировки в Нью-Йорк в один из дней, у меня выпал свободный часок после обеда, и я решил вздремнуть у себя в номере гостиницы. Едва я прилег и стал засыпать, как услышал голос мистера Бенсона. «А антигравитацию доказать можно, надо просто продемонстрировать ее на себе, а ты это делать умеешь?» Сон как рукой сняло. Я сел. Что имел в виду голос, было понятно, но у меня не хватало смелости сделать это сейчас. И почему я так явственно услышал голос мистера Бенсона во сне? Я посмотрел на часы у кровати. Почти три пятнадцать. Я был слишком взволнован, чтобы заснуть, поэтому встал и вышел на улицу. Два дня спустя я вернулся домой. Что-то в поведении жены меня насторожило, и я спросил, в чем дело. «Мы не хотели огорчать тебя, пока ты был в Нью-Йорке», — сказала она. «Агню, Бенсон, умер». Он погиб, пытаясь посадить свой самолет на какое-то поле, в Огайо. Вспомнив голос мистера Бенсона в Нью-Йорке, я спросил, когда он погиб. «Не два ли дня назад?» «В три пятнадцать дня». Жена посмотрела на меня долгим взглядом и сказала. «Да, именно в это время». Она не стала расспрашивать, откуда мне известно. Такие вопросы она давно уже перестала задавать. В течение нескольких месяцев я не предпринимал попыток навестить мистера Бенсона. Мне почему-то казалось, что ему нужен отдых. Каким-то образом это связывалось с насильственной смертью. Впрочем, я до сих пор не уверен, так ли это. В конце концов, мною овладело нетерпение. И вот, в воскресенье после обеда, я улегся с твердым намерением отправиться в гости к мистеру Бенсону. После подготовки, занявшей около часа, мне, наконец, удалось выбраться из физического, и началось стремительное движение сквозь какую-то темноту. Продолжая мчаться, я не переставал мысленно кричать. «Агню, Бенсон! Агню, Бенсон!» Вдруг я остановился. Или был остановлен. Я находился в довольно темной комнате. Кто-то уверенно удерживал меня в положении стоя. Немного спустя, из небольшого отверстия, в полу, выплыло облако белого газа. Оно стало принимать очертания человеческой фигуры. Какое-то чувство подсказало мне, что это мистер Бенсон. Хотя видел я его не настолько хорошо, чтобы разглядеть черты лица. Он сразу же заговорил возбужденно и радостно. «Боб, ты и представить себе не можешь, сколько всего произошло за то время, как я тут!» На этом все закончилось. Почему-то сигналу облако белого газа утратило форму человека и вновь скрылось в отверстии в полу. Руки, державшие меня под локти, повлекли меня прочь, и я взял курс назад. Физическое. Все это так похоже на мистера Бенсона, тот же, что и при жизни. Интерес к новым начинаниям, неновым впечатлениям, слишком сильный, чтобы тратить время попусту даже там, совсем как доктор Гордон. Если это самовнушенная галлюцинация, то она, по крайней мере, оригинальна. Ни о чем подобном я никогда не читал, можно ли рассматривать эту встречу, как подтверждение неслучайности временного совпадения в гостиничном номере в Нью-Йорке. Еще один эпизод. В 1964 году, в возрасте 82 лет, умер мой отец. Хотя в молодости я бунтовал против отцовской власти, на склоне его жизни я сблизился с ним. И я в этом уверен, он отвечал мне взаимностью. За несколько месяцев до кончины он перенес удар, после которого оказался почти полностью парализованным, и потерял дар речи. Последнее, судя по всему, удручало его больше всего, что вполне естественно для профессионального лингвиста всю жизнь, посвятившего изучению языков и обучению им других. Каждый раз, когда я навещал его, он предпринимал отчаянные, хватающие за душу попытки заговорить со мной, что-то сказать. Его глаза умоляли, чтобы я понял его, а с губ слетали лишь слабые стоны. Я старался утешить его, разговаривал с ним, он изо всех сил пытался ответить. Впрочем, я не уверен, понимал ли он мои слова. Отец умер спокойно, во время дневного сна. Он прожил насыщенную жизнь и многого добился в ней. Его смерть оставила смешанное чувство грусти и облегчения. Житейские истины и правила, которым научил меня отец, много раз выручали меня, и я всегда буду благодарен ему за это. На этот раз, когда только что умер один из очень близких мне людей, я испытывал гораздо меньше опасений, чем прежде, а, может быть, близость, или, по крайней мере, ощущения ее, сделали меня не столь опасливым, внушив больше веры. Единственная причина, по которой мне пришлось переждать несколько месяцев, сводилась к соображениям удобства. Другие неотложные дела, личные и рабочие, не давали мне возможности как следует расслабиться. Как бы то ни было в одну из ночей с воскресенья на понедельник, я проснулся в три часа и почувствовал, что готов навестить отца. Я проделал свой обычный ритуал, и вибрации наступили легко и быстро. Без усилий освободившись, я поднялся вверх и повис в темноте. На этот раз я не стал мысленно кричать, а сконцентрировался на образе отца и представил, что нахожусь там, где он. Я начал стремительно двигаться через темноту. Видеть я ничего не видел, но ощущал страшной силы движения навстречу густому, словно жидкость потоку воздуха, обтекавшему мое тело. Это очень похоже на ныряние под водой после прыжка с вышки. Вдруг я остановился. Я не помню, чтобы на этот раз кто-то останавливал меня, не чувствовал я и руки у себя на локте. Я оказался в темной комнате больших размеров. Каким-то образом мне стало понятно, что это нечто вроде больницы или санатория, с той разницей, что лечение в нашем понимании здесь не оказывают. Я огляделся вокруг в поисках отца. Не зная, чего здесь следует ожидать, я все же надеялся на радостную встречу. К главной комнате, где я стоял, примыкало несколько небольших комнаток. Я заглянул в две из них. В каждой находилось по нескольку человек, которые не обратили на меня почти никакого внимания. Я задумался, а туда ли я попал. Третья комната оказалась не больше монашеской кельи. Напротив двери примерно на высоте плеч виднелось небольшое оконце. Рядом с ним, прислонившись к стене, стоял человек и смотрел в него. Когда я вошел, то увидел только его спину. Он обернулся и посмотрел на меня. Его лицо выразило крайнее изумление, и мой мертвый отец заговорил со мной. А ты-то что здесь делаешь? Он произнес это тоном человека, проехавшего полмира и вдруг, совершенно неожиданно встретившего, одного из тех, кого он оставил дома. Я был слишком взволнован, чтобы говорить и просто стоял, в ожидании рисовавшейся мне радостной сцены. Она состоялась незамедлительно. Протянув навстречу мне руки, отец схватил меня под мышки и радостно поднял высоко над головой, как он это делал, когда я был ребенком, и как это делают многие отцы со своими сынишками. Затем он поставил меня на ноги. Набравшись духу, я спросил, как он себя чувствует. Теперь гораздо лучше, ответил он, боль прошла. Похоже, я напомнил о чем-то, что ему хотелось забыть. Тут энергия, казалось, покинула его, и он устало отвернулся. Я продолжал разглядывать его, а он словно забыл о моем присутствии. Смотрелся он, если судить по старым фотографиям, лет на пятьдесят, и казался похудевшим. Я почувствовал, что встреча окончена, больше ничего не будет. Потихоньку попятился из комнаты, повернулся, представил, что возвращаюсь, и оказался в физическом теле. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Неужели в последние дни, когда он безуспешно пытался дать понять, чтобы ему помогли облегчить боль, она была столь сильна? Если так, то какой же ужасной тюрьмой должно было быть его тело? Смерть поистине стала избавлением. Попробую ли я еще раз навестить его, не знаю. Не знаю, нужно ли это. Я мог бы описать много подобных случаев, не столь личных, но не менее впечатляющих. Они привели меня к непреложному эмпирическому заключению, которое само по себе стоит долгих часов муки, сомнений, страха, одиночества и разочарований, которое стало отправной точкой на пути к тому, что называют квантовым скачком мышления, к новому видению и перспективам, которое поставило на надлежащее место страдания и удовольствия здесь теперь, что значит минута, час или год в сравнении с бесконечностью бытия, которая открыла путь к реальности, могущей в конечном счете оказаться непостижимой для сознающего человеческого разума, но тем не менее терзающей его любопытства и посрамляющей его способность познавать. Это и есть мой ответ. Прибавьте к вышеизложенному тот факт, что человеческая личность может действовать и действует помимо физического тела, и вы увидите, что другого ответа быть не может. Довольны и того, если есть в этом отзвук великой вести. Восьмое. Так Писание гласит. Если человек обладает вторым телом, если оно переживает то, что мы называем смертью, если личность и характер продолжают существовать в новой старой форме, что тогда? Перед нами все тот же, старый как мир вопрос, требующий ответа. За 20 лет своих внетелесных опытов я так до сих пор и не нашел подтверждений библейским представлениям о Боге и посмертной жизни вместе именуемым небесами. Впрочем, может быть, я нашел их, да просто не понял. Это вполне возможно. А может быть, я просто не готов. В то же время многое из того, с чем я столкнулся, можно рассматривать как основу такого рода представлений, подвергшуюся с течением времени искажениям. Возьмем для примера молитву. Ее принято считать средством прямого общения с Богом. Однако молиться, как нас этому учат сегодня, примерно то же самое, что твердить химическую формулу, не имея понятия о смысле и значении составляющих ее элементов. Так ребятишки распевают песенку, рушится-рушится лондонский мост, не догадываясь, какие события лежат в ее основе. Наша цивилизация полным-полна подобных иррациональностей. По-видимому, молитва одна из них. Когда-то кто-то знал, как нужно молиться, и пытался научить этому других. Суть постигли немногие. Остальные усвоили только те слова, которые в свою очередь менялись с течением времени. Постепенно техника оказалась утраченной, но на протяжении веков время от времени ее случайно, знак вопроса, открывали вновь. При этом лишь изредка вновь открывшему удавалось убедить остальных в том, что старый испытанный способ не вполне верен. Вот и все, что я могу сказать. Старый испытанный способ недостаточен. Или, как уже говорилось, я просто плохо подготовлен. А то и того хуже. Мой опыт молитвы недостаточен, а может и не верен в основе. Как бы то ни было, мне она не помогает. Проиллюстрирую сказанное. Как-то раз во время одной из своих нефизических экскурсий я на большой скорости мчался сквозь пустоту назад физическую. Все как будто было в порядке. Вдруг, совершенно неожиданно, я врезался в какую-то прочную стену из непроницаемого материала. Я не ушибся, но испытал сильнейшее потрясение. Стена была твердой и прочной, из чего-то похожего на листы стали, краями слегка заходящими друг за друга и сваренными между собой. Судя по небольшой кривизне, передо мной была часть сферы. Я попробовал проникнуть через стену, но ничего не получилось. Я метался вверх, вниз, вправо, влево. Я был совершенно уверен, что мое физическое тело лежит за этой преградой. Спустя примерно час, в течение которого я скребся, царапался и толкался в стену, Я начал молиться. Я перепробовал все молитвы, какие знал, и сочинил несколько новых. В каждое слово я вкладывал столько искреннего чувства, как никогда в жизни. Настолько я был перепуган. Не помогло. Распластавшись на стене, я был по-прежнему не в состоянии проникнуть через нее и попасть назад в свое физическое тело. Тут я запаниковал. Я царапался, кричал и рыдал. Все было тщетно. Наконец я успокоился, но только из-за эмоционального изнеможения. Чувствуя, что пропал, я просто лежал, припав к холодной твердой стене. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне вернулось, способность мыслить разумно. Но в конце концов я осознал, что нельзя же торчать здесь бесконечно. По крайней мере, мне этого совсем не хотелось. Ситуация казалась безвыходной. Я стал вспоминать все безвыходные ситуации, выпавшие на мою долю. И вспомнил. Несколько лет назад мы с другом купили самолет, летные характеристики которого нам были незнакомы. Приобрели мы его только потому, что он был дешев и в хорошем состоянии. После нескольких испытательных полетов над аэродромом, мы решили попробовать на нем фигуры пилотажа. Запасшись парашютами, мы поднялись на высоту примерно 10 тысяч футов. Сделали несколько восьмерок, мертвых петель, штопоров. Все как будто в порядке. Вновь набрав высоту, направили самолет носом вниз, повернули рычаг и штурвал, чтобы сделать бочку. И тут мы оказались в штопоре. Чтобы выйти из него, перевели рычаг в центральное положение, затем вперед, что обычно делается в таких случаях, до сих пор это прекрасно срабатывало, а тут отказ. Штопор пошел по касательной и стал быстрее. Самолет начало швырять. Штурвал в направлении, противоположной штопору, форсирование тяги, ничего не помогло. Штопор становился все опаснее, а земля все ближе и ближе. Бил с побледневшим лицом, обернулся из передней кабины и сквозь рев ветра прокричал мне, кажется, пора сматываться отсюда. Я тоже был уже готов покинуть самолет и задержался на несколько секунд только потому, что жаль было бросать машину на покупку, которой я долго собирал деньги. Я рассудил так. Мы перепробовали все, кроме одного. Правда, это идет в разрез. Со всеми правилами и в штопоре этого делать нельзя. Попробую-ка я дать рычаг назад, ведь я ничего не теряю. Я потянул рычаг на себя. Самолет тут же вышел из штопора и стал набирать скорость. Я выровнял его, и он, наконец, полетел. Параллельно земле. Мы благополучно приземлились. Пошатываясь, выбрались из машины и сели на землю. Это был внешний штопор. Никто из нас не только никогда прежде не имел с ним дела, но и не слышал о нем. Припомнив этот случай, я в изнеможении, лежа у преграды, попытался применить тот давний опыт. Вперед, вверх, вниз, вправо, влево. Без толку. В запасе осталось одно направление, хотя я был совершенно уверен, что оно неверно. Впрочем, хуже быть уже не могло. И я попробовал. Спустя несколько мгновений я был в физическом теле, измотанный, но целый и невредимый. Что меня спасло? Теперь задним числом. Мне ясно. Я выбрал путь прочь от препятствия, назад, в направлении противоположном, тому, откуда я прибыл. Почему это сработало? Я не знаю. Не знаю и того, что это было за препятствие. Можно, конечно, предположить, что молитва подействовала, ведь я вернулся в свое тело. Но даже если и так, то выглядело это совсем иначе, чем мучить религия. Никакого ангела-спасителя, спешащего помочь и утешить. Еще один случай. Как-то раз я заночевал в доме своего брата. Оставшись один в комнате для гостей, я разделся и лег в постель, так как очень устал. Едва я прилег в темной комнате, как нахлынула привычная волна вибраций, и я решил на минутку выбраться из тела, просто чтобы попробовать, как это получится в незнакомой обстановке. Не знаю, имеет ли какое-нибудь значение то обстоятельство, что изголовьем моя кровать стояла к стене, за которой находилась комната моей четырехлетней племянницы. Ее кровать располагалась у той же самой стены. Выйдя из физического, я тут же ощутил присутствие в комнате трех существ. Насторожившись, я решил не отходить далеко от физического тела. Они приблизились и принялись дергать меня, не то чтобы сильно, а скорее с намерением посмотреть, что я буду делать. Видимо, им хотелось поразвлечься. Я попробовал сохранять спокойствие, но ведь их было трое. У меня появилось опасение, что они могут утянуть меня куда-нибудь, прежде чем я успею вернуться. Физическое. Тогда я стал молиться. Я снова перепробовал все известные мне молитвы. Я молил Бога помочь мне. Я умолял о помощи Иисуса Христа. Я вспомнил нескольких святых, о которых слышал от своей жены-католички. Результат. Мои мучители громко расхохотались и принялись за меня с новой силой. Слышите? Он молится своим богам. С презрением захихикал один из них. Тут я слегка рассердился, принялся расталкивать их и, наконец, подобравших к своему физическому телу, нырнул в него. Нельзя сказать, чтобы я в буквальном смысле отбивался, но и не оставался пассивным, это уж точно. Я физически сел, испытывая глубокое облегчение от того, что удалось вернуться. Тут я услышал детский плач, доносившийся из-за стены. Несколько минут я прислушивался, ожидая, когда придет невестка, чтобы успокоить девочку. Прошло минут десять, но Джи по-прежнему плакала. Я встал и зашел в спальню. Невестка держала громко всхлипывавшую девочку на руках и пыталась успокоить ее. Я спросил, надо ли чем-нибудь помочь. Сейчас, наверное, все пройдет, ответила она. Ей или кошмар, или сон плохой приснился. Никак не могу ее разбудить. Я спросил, давно ли она плачет. Нет, расплакалась за несколько минут до того, как ты вошел. Это на нее не похоже. Обычно она спит очень крепко. На всякий случай, еще раз предложив свою помощь, я вернулся к себе в комнату. Немного погодя малышка Джи успокоилась и, кажется, заснула. Совпадение ли? Кошмар и транс моей племянницы? Или же мне надо молиться? Как-то по-другому? Подобных примеров можно было бы привести гораздо больше. И всякий раз, когда я пробовал молиться общепринятым, обычным способом, результат был примерно тот же. Что касается рая и ада, то с ними дело обстоит несколько иначе. Если они существуют, то находятся где-то в локале 2. Как уже говорилось, во время нефизических путешествий в локал 2 часто приходится миновать некий слой или область, составляющую ту часть локала 2, которая ближе всего примыкает к здесь-теперь и в каком-то смысле теснее прочих связана с ним. Это черно-серый океан, где при малейшем движении на тебя тут же набрасываются и начинают терзать и мучить какие-то голодные существа. Попав туда, оказываешься в положении приманки, болтающейся в бескраднем море. Если перемещаться медленно и не реагировать на страшных рыб с любопытством изучающих тебя, то можно миновать эту область без особых происшествий, если же двигаться резко и отбиваться, то к тебе сразу же устремляются все новые и новые возбужденные обитатели, чтобы кусать, дергать, толкать, пихать. Может быть, это и есть граница ада. Вполне допускаю, что у человека, на короткое время очутившегося в этом близлежащем слое, его обитатели могут ассоциироваться с демонами и чертями. Это не до человеки, но они явно обладают способностью самостоятельно мыслить и действовать. Кто и что они такое? Не знаю. У меня не было никакого желания находиться там лишнее время, чтобы выяснить это. Только путем проб и ошибок, натерпевшись ужасов, мне удалось найти способ миновать эту область более или менее спокойно. В этих мирах, где мысль не просто вечна, но все есть мысль, включая и тебя самого, ты сам творишь и свое благо, и свою погибель. Беспощадный убийца может завершить свой путь в той части локала 2, где все подобны ему. Для таких людей это и будет адом, ведь слабых, беззащитных жертв там нет. Если экстраполировать вариации, возможно, будет великое множество. Место человека в раю или в аду локала 2, похоже, целиком определяется его самыми глубокими, возможно, неосознанными мотивациями, эмоциями и влечениями. Наиболее устойчивые и сильные из них, когда человек попадает в этот мир, выступают в роли навигационного прибора. Я совершенно уверен в этом, потому что во время путешествия в локале 2 это правило срабатывает всегда. Оно действует, независимо от того, хочу я этого или нет. Малейшее постороннее желание, мелькнувшее в ненадлежащий момент или глубинная эмоция, о которой я и не подозревал, отклоняет меня от курса в соответствующем направлении. В ряде случаев я попадал в такие места, которые во всех отношениях были для меня, адом. Другие, пожалуй, можно сравнить с раем. Третьи, по характеру занятий в них, практически не отличаются от «здесь теперь». Итак, как понимать, что локал 2 не вполне отвечает нашим представлениям о рае и лишь частично включает в себя ад? Где ориентиры? Где Бог и небеса, чтимые нами? Или я что-то пропустил? Правда, во время посещения локала 2 периодически случается. Одно и то же удивительное событие. При этом не имеет значения, в какой части локала 2 находишься. Везде оно протекает одинаково. Посреди обычного течения дел вдалеке вдруг раздается сигнал, очень похожий на фанфары Герольдов. Все реагируют на него спокойно, но как только он прозвучал, всякие разговоры и всякое действие прекращаются. Сигнал извещает о том, что он или они проходят через свое царство. Никто не простирается благоговейно ниц и не падает на колени. Отношение к событию скорее самое обыденное. К нему все привыкли, но не подчиниться ему абсолютно немыслимо. Исключений не бывает. При звуках сигнала каждое живое существо ложится, так мне показалось, на спину, выгибая тело и подставляя живот, не половые органы, отвернув голову в бок, чтобы не видеть его, когда он проходит мимо. Смысл этого, по-видимому, в том, чтобы образовать живой путь для его шествия. Мне удалось заметить, что время от времени он забирает кого-нибудь из этого живого моста, и этот человек исчезает навсегда. Подставление живота служит выражением веры и полной покорности, поскольку это самая уязвимая часть тела, которую легче всего повредить. Когда он шествует, замирает все, даже мысли, на мгновение все стихает целиком и полностью, когда он проходит мимо. Те несколько раз, что мне довелось пережить это событие, я ложился вместе со всеми. О том, чтобы поступить иначе, в тот момент нельзя даже помыслить, когда он проходит, раздается оглушающий музыкальный звук, и тебя охватывает ощущение лучащейся, неодолимой живой силы, абсолютной мощи, достигающей высшего накала вверху и затухающей вдали. Помню, как-то раз мне пришла в голову мысль, а что, если он обнаружит мое присутствие там в качестве временного посетителя? Энтузиазма такая перспектива у меня не вызвала. После того, как он прошел, все встают и вновь берутся за свои дела. Никаких замечаний, упоминаний, не даже мыслей о происшествии. Событие безоговорочно принимается, как оно есть, как привычная часть их жизни. Это такое же обычное дело, как остановка перед светофором на оживленном перекрестке или ожидание приближающегося поезда на железнодорожном переезде. Поезд вам безразличен, но вы чувствуете внутреннее уважение к заключенной в нем мощи. Данное событие тоже безлично. Что это? Бог или Сын Божий или Его Представитель. Трижды я оказывался в месте, для точного описания которого у меня нет слов. Именно такие видения, такие интерпретации, такие кратковременные посещения этого места или состояния бытия служили источником благой вести, которую мы так часто слышали на протяжении всей истории человечества. Я уверен, что это, по всей видимости, часть тех самых небес, о которых учат наши религии. Это должно быть то, что называют нирваной, самадхи, высшим переживанием, о которых вещают нам мистики всех эпох. Разные люди интерпретируют это состояние бытия по-разному. Для меня это место или состояние полнейшей умиротворенности и вместе с тем утонченных эмоций. Это похоже на то, как будто Париж в теплых мягких облаках, где нет ни верха, ни низа и где ничто не существует в виде отдельного материального фрагмента. Тепло не просто окружает тебя, оно твое и пронизывает тебя. Ты ослеплен и ошеломлен совершенством окружающего. Облако, в котором Париж, залиты лучами света, постоянно меняющего цвета и оттенки. Каждый из них, когда погружаешься в него, и он пронизывает тебя. Прекрасен вокруг рубиного-красной лучи света. Или чего-то, что можно назвать так лишь условно, ибо, в отличие от известного нам света, он полон смысла. Сменяя друг друга, мягко переливаются все цвета радуги, каждый излучает свой оттенок мирного безмятежного счастья, ощущение такое, будто находишься внутри, и являешься частью облаков, окружающих вечно рдеющий закат, с каждым переливом которого меняешься и сам. Впитываешь себя и отзываешься на бесконечные переливы голубых, желтых, зеленых, красных тонов, все они знакомы тебе. Это то место, где тебе надлежит быть. Это дом. Медленно и легко перемещаясь в облаке, слышишь вокруг музыку. Она не имеет начала, она вечно, и ты вибрируешь ей в такт. Это нечто гораздо большее, чем та музыка, которую ты слышал там, на земле. Все в ней гармония, нежные мелодичные переходы, многоголосый контрапункт, щемящие обертоны, то, что там на земле вызывает, у человека самые глубокие и возвышенное переживание. В ней нет ничего преходящего. Раздается пение без слов, хоров, человеческих звучащих голосов. Бесконечные по разнообразию оттенков и тончайшей гармоничности звуки сплетаются в повторяющиеся, но при этом плавно переходящие одна в другую мелодии, на которые отзывается все твое существо. Источника, откуда исходит музыка, нет, она просто есть вокруг, в тебе, ты сам часть ее и она это ты. Это чистота истины, о которой до сих пор ты лишь догадывался. Это пиршество, крохи, с которого перепадавшие тебе там на земле, давали тебе надежду на существование целого. Безотчетное чувство, стремление, ностальгия, ощущение судьбы, посещавшие тебя там на земле, когда ты любовался, заходящим в облака солнцем на Гавайях, когда замерев стоял среди высоких качающихся деревьев в безмолвном лесу, когда случайно услышанная музыка или песня будили память о прошлом, когда ты тосковал о дорогом и близком городе, поселке, стране, народе или семье, все теперь сбылось. Ты дома, ты там, где тебе должно быть, где должно было быть всегда. Самое важное то, что ты не один, с тобой рядом в неразрывном единстве другие, они безымянны и не воспринимаются как формы, но ты знаешь их и связан с ними единым, великим знанием. Они в точности подобны тебе, они ты и подобны тебе они дом. Вместе с ними ощущаешь, словно теплые волны электричества пробегают между вами такую полноту любви, что все ее проявления, испытанные ранее, кажутся всего лишь частичками и слабыми отблесками. При этом здесь не требуется нарочито обнаруживать и демонстрировать свое чувство. Отдаешь и получаешь совершение, но автоматически, без всякого преднамеренного усилия. Происходит это не потому, что тебе что-то нужно или ты для чего-то нужен. Понятие добиваться здесь теряет смысл. Взаимообмен протекает естественно. Представления о различии полов отсутствуют в качестве части целого ты сам. И мужчина и женщина и положительная и отрицательная и электрон и протон одновременно. Любовь мужчина к женщине пронизывает тебя и исходит из тебя самого. Любовь родительская и детская, любовь братская, любовь к кумиру, любовь идиллическая и идеальная, сливаясь воедино, мягкими волнами накатывают на тебя, проникают внутрь, проходят через тебя, охватывает чувство абсолютной гармонии, ибо ты на своем месте, ты дома. Внутри этого, но не в качестве его части, ощущается существование источника всего данного переживания, источника тебя самого, источника той беспредельности, которую невозможно ни постичь, ни представить. Здесь легко вериться в существование Отца, твоего подлинного Отца, Творца всего, что есть или было, ты одно из его бесчисленных творений, как и почему тебе неизвестно, да это и не важно, ты счастлив от одного того, что находишься на своем месте, где тебе и надлежит быть. Каждый из трех раз, когда я попадал туда, я возвращался назад, не по своей воле, с грустью и большой неохотой кто-то помогал мне вернуться. И каждый раз после возвращения я в течение многих дней страдал от глубокого одиночества и ностальгии, я чувствовал себя чужеземцем, оказавшимся в незнакомой стране, где все не так, все по-иному и все плохо по сравнению с родиной, острое одиночество, ностальгия и что-то похожее на тоску по дому были так сильны, что я не мог решиться отправиться туда вновь. Может, это небеса? Однажды я попытался сымитировать там, в этом мире, я вспомнил, как в детстве плавал в бассейне с подводными фонарями темных цветов, встроенными в стены. Я вспомнил, в каком именно бассейне это было. Наш загородный дом с бассейном, и я принялся за работу. Мы смонтировали подводные фонари, и я стал подбирать светофильтры. Как я не старался, темных тонов, которые мне помнили с детства, не получилось, так как для этого требовалось, слишком высокое напряжение. Кроме того, мы установили под водой динамик, чтобы можно было по уши лежа в воде слушать музыку. Получилось отлично, хотя и близко не похоже на то, что я слышал там. Но вот что примечательно, побывав в местах своего детства, я заглянул в тот самый бассейн, но никаких цветных фонарей под водой там не оказалось. Никто, в том числе ни один из моих старых друзей, с которыми мы когда-то плавали, не могли припомнить, чтобы когда-нибудь там были подводные цветные фонари. Реальность, реальность. Девятое. Ангелы и архетипы. Одна из самых больших загадок состоит в том, что кто-то, быть может их несколько, время от времени помогает мне в моих экспериментах. Возможно, они находятся рядом каждый раз, просто я об этом не знаю. Мне неизвестно, кто они такие, и почему помогают мне. Судя по всему, это не ангелы-хранители, хотя человек более традиционных взглядов, скорее всего, расценил бы их именно так. Отнюдь не в каждой трудной ситуации они приходят на помощь не всегда, откликаются и на молитву. Иногда, когда я душевно страдаю и вопию о помощи, кто-нибудь из них является, но обычно они помогают, когда я об этом не прошу или делаю это неосознанно. Похоже, инициатива в нашем сотрудничестве принадлежит не мне, а им. Они редко бывают дружественными, в том смысле, как мы это обычно понимаем. Вместе с тем, в их действиях по отношению ко мне явно просматривается понимание, знание и целесообразность. Я не чувствую с их стороны намерения причинить мне вред и доверяю их руководству. Как правило, помощь оказывается незаметна. Например, руки, поднявшие меня на холм к дому доктора Брэдшоу, явно помогли мне достичь того, чего я хотел. Помогавшего мне я не видел. Правда, перед этим я заметил фигуру в длинном одеянии и шлеме, сидевшую в йогической позе. Может, это и был помощник? Мужчина в длинном одеянии, со смутно знакомым мне лицом и глазами, откликнувшийся на мои мучения и призывы, когда я отбивался от паразитов, смотри, главу десятую, не обратил почти никакого внимания на мои переживания. Вместе с тем он определенно пришел для того, чтобы мне помочь. Он явился вызволить меня из трудной ситуации, но при этом не только не стал утешать, но даже не попытался успокоить или приободрить меня. Помощника, провожавшего меня в локал-2 к доктору Гордону, я так и не видел. Я чувствовал его руки, слышал голос. Больше ничего. То же самое относится и к помощнику, который неделю спустя, когда я попытался повторить визит, заявил, что в этом нет необходимости. Помощь принимается безоговорочно, по какому-то внутреннему ощущению. Она кажется настолько естественной, что мне почти не приходило в голову обернуться и попробовать разглядеть помощника. Два молодых человека, проводивших меня в квартиру после спиритического сеанса, по-видимому, представляют собой исключение из общего правила. Относительно них у меня было вполне определенное чувство, что они явились только по этому конкретному поводу и не для чего больше. В этой связи стоит упомянуть еще один момент. Из всех помощников, которых мне удалось более или менее запомнить, лишь одного я смог узнать во второй раз. Во время моего визита к Агню Бенсону в Локал-2 кто-то держал меня, чтобы я смог его увидеть. Ощущение мягких, но крепких рук, державших меня за бока, было совершенно отчетливым. Когда настало время уходить, и те же руки повернули меня кругом, совсем как слепого, это воспринималось настолько реально, насколько это возможно. Это один из тех случаев, когда помощник откликнулся на мое желание. Когда на обратном пути, оказавшись у препятствия, я паниковал, кричал и молился, никакой помощи не последовало. Когда ко мне приставали и мучили какие-то существа, помощи не было. Когда другие существа свирепо нападали на меня помощи, тоже не было. Вернее, если она и была, то я об этом не знал. В чем тут дело? Как они определяют, когда помочь, а когда предоставить меня самому себе, не знаю. И самое интересное, когда я пребывал в том, что можно назвать вечным блаженством, кто мягко настоял, чтобы я вернулся в физическое, не знаю. Благодарить за такую помощь или печалиться? Я не отношу к числу помощников хозяина, глава 12, хотя он вполне подходит под эту категорию. Вот его я легко бы узнал при встрече. От прочих он отличается исходящими от него дружеской расположенностью и чувством товарищества, хотя в каком-то смысле он мне не пара, старше меня и более сведущ в других областях. Не скош он со мною и тем, что откликнулся и предложил помощь. То был один из тех редких случаев, когда выбор принадлежал мне. Странно, но иногда, когда помощь нужна была позарез, никто не появлялся. Например, во время совершенно жуткого эпизода, когда я, кажется, очутился в чужом физическом теле. Глава 12. На первый взгляд ситуация была серьезнейшей и требовала безотлагательной помощи. Однако, судя по моим дневниковым записям, выпутывался из беды я исключительно своими силами. В общем, никакой системы во всем этом я пока не обнаружил. Ниже приводятся некоторые из моих многочисленных записей, которые, возможно, прольют некоторый свет, насущность помощников. 14 ноября 58-го года. Ранний вечер. На крыльце. Система релаксации. Сразу же вибрация высокой частоты. Экспериментировал с быстрым выходом и входом в физическое. При очередном входе в тело что-то не получилось. Тут чьи-то две руки взяли меня за поясницу и повернули в правильное положение. Мысленно поблагодарил, но кто это был не знаю. 18 марта 62-го года после полудня у нас в гостях был Э. У. Часов в пять дня мы с ним решили передохнуть перед обедом. Разошлись по соседним комнатам. Почти сразу же, как прилег, услышал голоса, как будто Э. У. с кем-то беседует. Решил, что Э. У. физически разговаривает с кем-то за дверью в холле. Сам Э. У. сообщил, что тот же заснул, перед этим ни с кем не разговаривал и вообще ничего подобного не помнит. Сразу же, после того, как услышал этот приглушенный разговор, вышел из тела и тут, почти над самым моим ухом, чей-то голос произнес, если вы так уверены, что вам это нужно, придется вам сказать. Затем кто-то взял меня за руку и я с готовностью повиновался. Мы довольно долго перемещались и, наконец, очутились в каком-то затемненном доме. У меня было отчетливое ощущение, что это нечто вроде клуба, общины или чего-то в таком роде. В комнате справа находилось довольно много людей и мне показалось, что где-то наверху есть еще люди. Когда я в ожидании остановился, вдруг включился какой-то прибор наподобие 16-миллиметрового кинопроектора я увидел на стене или экране квадрат света совсем как в кино, черным по белому от руки было написано «Для чисто психических результатов примите 6 капель препарата на стакан воды». Заинтригованный я приблизился к проектору с намерением прокрутить пленку снова и еще раз перечесть сообщение дабы удостовериться что понял его правильно безуспешно шаря в поисках переключателя изображение к тому времени уже исчезло я вдруг заметил на полу нечто вроде раскручивающейся пленки у меня мелькнула мысль что по неосторожности я сломал аппарат я занервничал и чтобы избежать неприятностей направился назад к своему телу возвращение прошло благополучно 3 мая 60-го года после полудня лежал в полном сознании вибрации усиливались по нарастающей не вызывая ничего кроме ощущения тепла глаза закрыты уже собирался подняться вверх из тела когда увидел две руки держащие перед моими закрытыми глазами какую-то книгу они полистали ее повертели со всех сторон чтобы показать мне что это именно книга затем открыли ее и я начал читать смысл прочитанного сводился к тому что для того чтобы по желанию вызвать у себя то или иное состояние нужно вспомнить чувство связанное с аналогичным переживанием из своего прошлого ставшим частью памяти я понял это так что следует концентрироваться не столько на деталях события сколько на сопровождающем его чувстве было приведено несколько примеров затем по мере ослабления вибраций текст начал расплываться и я как ни старался читать дальше не смог наконец я физически сел и записал происшедшее в дневник 9 марта 59 года вечер лежал в темноте сильными вибрациями особо черная темнота видимая мною закрытыми глазами стала в одном месте светлеть словно раздвинулись раздались стороны и разошлись облака затем откуда-то сверху над моей головой появился луч белого свет одновременно продолжал слышать доносившиеся до меня звуки обычной домашней возни и полностью сохранял ощущение пространства времени воспринимал себя находящимся дома в полном сознании охватило возбуждение но мне удалось с ним справиться в центре белого луча там где он касался облаков появилась и стала расти небольшая горная вершина набравшись духу попросил дать мне исчерпывающий ответ на важнейшие измучивших меня вопросов не знаю почему я это сделал просто мне показалось что в данной ситуации поступить следует именно так красивый низкий голос пожалуй даже не голос но уж наверняка и не мое собственное сознание ответил ты уверен что хочешь знать слова скорее всего доносились из луча света я ответил что уверен хватит ли у тебя сил вынести правдивый ответ голос слегка вибрировал но не выражал никаких эмоций я ответил надеюсь да наступила долгая долгая пауза прежде чем голос заговорил снова попроси своего отца поведать тебе великую тайну я стал просить объяснить поконкретнее но в этот момент кто-то из домашних с шумом поднялся по лестнице и включил свет в прихожей моей комнаты после щелчка выключателя луч белого света начал гаснуть я изо всех сил пытался удержать его но тщетно облака из серых стали черными а затем исчезли вовсе открыл глаза никакого перехода от видения ко сну или бодрствованию не было совершенно по всем общепринятым признакам в течение всего времени я бодрствовал переживания поистине волнующее но к ВТО не относится позднее пытаясь разобраться в случившемся я решил действовать в двух направлениях во-первых попробовал еще раз вызвать у себя подобное переживание безуспешно во-вторых написал письмо своему родному отцу который в то время был еще жив и весьма интересовался подобными делами я задал ему вопрос не указав его источника он прислал письмо с уклончивым ответом который можно было понять и так и этак и спрашивал какой вариант меня больше устраивает другой отец пока тоже не дал мне ответ пятнадцатого марта пятьдесят девятого года вечер вот что произошло в результате моих попыток докопаться до сути лежа проделывая упражнения для релаксации я мысленно повторял отец укажи мне путь отец поведай мне великую тайну через несколько минут сознания внезапно наступил провал придя в себя увидел что стою в комнате с высокими потолочными перекрытиями после этого вышел из дома и через какую-то платформу направился к чему-то вроде неподвижного транспортера наподобие поезда затем остановился и обернулся кто-то окликал меня почти рядом со мной стояла высокая худощавая темноволосая женщина в длинном не спадающем одеянии наподобие платья на первый взгляд она показалась мне негритянкой черты лица мелкие но правильные волосы прямые и темные с ровно подстриженной челкой свисающей на лоб задним числом анализируя это описание я сообразил что она должна быть уроженка ближнего востока или египтянка но никак не монголоидного происхождения поскольку характерного строения глаз я не заметил она сказала мне что я сделал что-то не то чтобы плохо а скорее неправильно я спросил что именно и она ответила что сейчас покажет мы тронулись с места зашли за угол какого-то большого здания вошли в большой мощеный двор остановились и тут перед нашим взором стал прокручиваться как бы фильм объемный в натуральную величину цветной слева стояла группа людей судя по виду обличенных властью справа во дворе лежала маленькая темноволосая девочка лет 12-13 она кажется была связана во всяком случае почему-то вызывала ощущение беззащитности я принимал участие в происходящем и в то же время стоял рядом с женщиной наблюдая за событиями я отчетливо воспринимал каждый шаг каждую эмоцию моего действующего я обличенные властью сказали моему действующему я что он должен совершить над девочкой нечто для нее пагубное у него было чувство что делать этого не следует да и девочка умоляла его сжалиться он обратился к власть придержащим с просьбой избавить его от выполнения приказа те были очень раздражены особенно слезами девочки и заявили что если он не выполнит указанное действие религиозное скоро прибудут другие которые сделают это вместо него они добавили что для девочки будет лучше если действие выполнит он а не другие это принесет ей меньше вреда с неохотой действующий я повиновался и выполнил приказания облеченных властью спустя несколько мгновений женщина вывела меня со двора и мы вновь оказались на платформе в тот самый момент как мы повернулись чтобы уйти мой контакт с действующим я прервался теперь ты понимаешь спросила она изумленный увиденным я ответил отрицательно она пристально с сожалением посмотрела на меня и отвернулась не зная что предпринять дальше я подумал о физическом и проделав долгий обратный путь вошел в свое тело сев долго в одиночестве размышлял о происшедшем что это за женщина при чем тут великая тайна перебирая свою биографию и начинаю понимать в чем дело 18 августа 61 года после полудня снова руки с книгой на этот раз в офисе 3 часа дня дождливая сырая погода если это имеет какое-нибудь значение когда наступили вибрации был полностью в сознании бодрствовал проверяя себя несколько раз открывал физические глаза и глядел на часы восприятие времени адекватное и на этот раз руки поднесли книгу к моим закрытым глазам повертели полистали ее показали со всех сторон с явным намерением продемонстрировать что это именно книга только подумал о том как бы прочесть название помененное в конце как книгу тут же повернули нужной стороной но шрифт но шрифт оказался слишком мелким или я слишком близоруким как не старался прочесть так и не смог в конце концов отказался от этой мысли книгу открыли и я увидел две заполненные текстом страницы снова попробовал читать но никак не мог сфокусировать зрение тогда мысленно предположил может быть удастся прочесть по буквам в ответ на эту мысль одна буква выскочила из строчки я едва успел разглядеть ее на лету в конце концов с большим трудом удалось разобрать пять слов пробуди несчастное создание при помощи я напрягался изо всех сил чтобы прочесть дальше но видимо переусердствовал так как сосредоточиваться становилось все труднее тут я заметил у себя над головой белые кучерявые облака и это отвлекло мое внимание дождь прекратился начало проясниваться мне захотелось на простор полетать по небу над горами и даринами с этой мыслью начал медленно подниматься вверх руки закрыли книгу и убрали ее а в голове у меня появилась добродушно снисходительная мысль ну ладно уж если так хочется полетать полетай как будто учитель чтобы удержать внимание непосредливого ученика дал ему минутную передышку проникнув через дверь я взмыл в небо чудесно полетал в облаках и без происшествий вернулся назад уже сев физически и посмотрев на небо увидел что облака в точности такие какими я их воспринимал летая в них возможно придет день когда помощники раскроют свое инкогнито подозревая что ответ может оказаться удивительным 10 разумное животное история человечества полна рассказами о демонах духах гоблинах гномах и тому подобной нечисти постоянно околачивающейся вокруг человека и стремящейся причинить ему страдания что это мифы галлюцинации давайте попробуем не закрывать поспешно проблему прежде чем внимательно не познакомимся с ней возможно источником подобных представлений служит воображение но возникает вопрос откуда само оно черпает образы этих существ быть может приводимые ниже отрывки из дневника дадут некоторую пищу для размышлений 18 апреля шестидесятого года утро часов около десяти утра лежа на кушетке начал почленную релаксацию комната была освещена ярким утренним светом когда дошел до середины второго круга начались вибрации настроившись с помощью челюсти открыл физические глаза чтобы проверить не прекратятся ли вибрации не прекратились решил подняться с открытыми физическими глазами чтобы поглядеть что будет со зрением часы стояли на виду и судя по ним с ориентацией во времени все было в порядке едва поднялся дюймов на восемь над физическим телом как краем глаза заметил какое-то движение к моему телу приближалось существо с виду похожее на человеческое я видел только его нижнюю часть так как моя голова была повернута вбок и мне было неудобно глядеть направо оно было голым без одежды мужского пола возраст на вид лет 10 рост фута 3 ноги тонкие волос на лобке мало половые органы недоразвиты спокойно и привычно словно мальчишка садящийся на любимую лошадь он забросил ногу мне на спину и уселся верхом я ощущал его ноги у себя на пояснице и тельце прижавшиеся к моей спине я был настолько ошарашен что даже забыл испугаться возможно свою роль сыграли и его небольшие размеры весь напрягшись я ждал что будет дальше скосив глаза направо я мог разглядеть расстояние не менее двух футов его правую ногу свисавшую вниз она выглядела как совершенно обычная нога десятилетнего мальчишки я по-прежнему парил поблизости от своего физического тела и осторожно размышлял кто или что это такое он по-видимому не догадывался о том что я знаю о его присутствии во всяком случае никак на это не реагировал у меня не было никакого желания вступать в конфронтацию с этим существом кем бы оно ни было поскольку в той среде оно явно чувствовало себя куда увереннее меня поэтому я поспешил спрятаться в свое физическое тело прервал вибрации и сел писать эти записки что это было не знаю теперь я понимаю что в тот момент у меня просто не хватило смелости обернуться и как следует рассмотреть его если только это было возможно по облику это бесспорно гуманоид но поразмыслив я пришел к выводу что присутствие человеческого разума у него не ощущалось оно он ближе к животному или где-то посредине между животным и человеком я чувствовал себя оскорбленным тем с какой уверенностью он забрался ко мне на спину похоже это существо имело немалый опыт общения с людьми для которых оставалось невидимым и было уверено что его не обнаружат если это галлюцинация то необычайно реалистичная среди бела дня подтверждаемая двумя органами чувств сопровождаемая наблюдением часов 28 апреля 60 года вечер около 7.30 в офисе применил счет с пропусками вибрации начались плавно потихоньку выбрался из тела и тут почувствовал как что-то забирается ко мне на спину уж не тот ли это парнишка подумал я никакого желания отправляться в путь с ним на спине у меня не было не прекращая вибрации потянулся рукой чтобы схватить его за ногу не будучи впрочем уверенным что моя нефизическая рука не пройдет сквозь него был очень удивлен когда нащупал нечто по консистенции весьма похожее на человеческое тело такое же теплое и довольно эластичное казалось оно растягивается потянул на себя чем сильнее тянул тем больше оно растягивалось наконец как мне показалось стащил со спины все кроме ноги которая похоже оказалась зажатой под моим телом в конце концов вытащил и ее сунул всю эту массу на полку рядом с кушеткой оно было еще живо и весьма энергично оно стало пытаться снова забраться на меня и мне пришлось удерживать его завязалась настоящая борьба оно боролось без ожесточения просто старалось сесть на меня верхом я слегка заводниковал кажется опять влип стал мысленно зажигать спички чтобы сжечь его сделать с ним хоть что-нибудь что угодно хоть как-нибудь избавиться от него прежде чем уйти физическое я обсуждал предыдущий эпизод с разными людьми и теперь решил попробовать последовать их советам попытался сохранить спокойствие но это оказалось трудно несколько раз перекрестился никакого эффекта стал с жаром читать господню молитву безрезультатно тогда я начал звать на помощь отбиваясь от одного почувствовал как мне на спину карабкается второй сдерживая одной рукой первого другой рукой стащил второго держа в каждой руке по одному и крича о помощи поплыл на середину офиса решил получше разглядеть их и тут они у меня на глазах превратились в точные копии двух моих дочерей есть над чем поломать голову психиатрам почему-то мне сразу стало ясно что это всего лишь маскировка рассчитанная на то чтобы сбить меня с толку и разжалобить стоило мне это сообразить как оба существа тут же потеряли облик моих дочерей отчаившись найти выход я подумал об огне но это не очень помогло у меня появилось ощущение что они подсмеиваются надо мной будучи уверенными что ничего я с ними не сделаю теперь я уже рыдал взывая о помощь тут краем глаза я заметил как ко мне приближается некто еще один подумал я но это оказался явно человек остановившись поблизости он с самым серьезным видом принялся наблюдать за происходящим я хорошо разглядел его глаза показались мне очень знакомыми светлые слегка запавшие они чем-то напоминали глаза моего двоюродного брата с отцовской стороны волосы по всей окружности головы включая и чуб были ровно подстрижены макушка выбрита почти голая одет он был в темное одеяние до пят ног не видно мелькнула мысль что он явился помочь существам и это напугало меня еще сильнее когда он медленно приблизился к нам я продолжая всхлипывать опустился на колени и протянул руки в каждой из которых держал по маленькому созданию человек был очень серьезен ничего не говорил и похоже не обращал на меня никакого внимания когда он подошел еще ближе я прекратил борьбу и склонился к самому полу умоляя о помощи по-прежнему не замечая меня он взял оба созданница и боюкая их в разных руках склонился над ними они тут же расслабились обмякли их конечности и шейки поникли сквозь слезы бормоча благодарности я направился к кушетке и нырнул физическое тело вибрации еще не закончились сел физически и огляделся вокруг комната была пуста целые сутки размышлял над происшедшим но ничего кроме умозрительных предположений в голову так и не пришло в принципе возможно что данное событие просто галлюцинация или сновидение наложившееся на обычное состояние моего сознания если это так мне понятно страдания параноиков затрудняющихся отделить реальное от нереального если же здесь заключен какой-то символизм то он достаточно ясен существа вокруг меня всего лишь продукт меня самого принятие ими облика моих детей можно понять только как указание на то что они мои я создал их своих детей они принадлежат мне и потому нехороши неплохи мне так и неизвестно что они такое может быть они отделившиеся части меня самого или мысленные существа созданные устойчивыми стереотипами моего мышления какова связь между нами что значит человек в длинном одеянии пожалуй за сутки во всем этом не разберешься в следующий раз если только он будет постараюсь сохранить побольше спокойствия смелости и быть более аполитичным 21 мая шестидесятого года вечер лежал глубоко расслабившись поздно вечером в спальне вибрации начались плавно вскоре заметил у себя на теле кажется не физическом чью-то маленькую ногу почувствовал какое-то тельце прильнувшее ко мне осторожно пошарил вокруг не физически и нащупал у себя на спине чью-то спинку легонько похлопал по плечику надеясь на понимание осторожно приподнял тельце и оттолкнул его от себя подождал но оно не возвращалось и не делало попыток приблизиться не желая искушать судьбу вернулся физическое тело сел и сделал эту запись 27 мая 60 года вечер выйдя из тела снова почувствовал у себя на спине уже знакомые мне эластичные существа ни слов ни действий одно лишь тельце пригревшееся на моей спине на этот раз я уже так не испугался и принялся потихоньку стаскивать эту штуку при этом по совету нескольких своих знакомых более религиозных чем я молил Бога о помощи как и в прошлый раз оно растягивалось но целиком не отставало я вспомнил как мысленно представлял огонь и что это не очень-то помогло решил попробовать с электричеством представил себе два конца провода высокого напряжения и мысленно ткнул их в бок той части существа которую я уже стащил со спины оно тут же осело обмякло и как будто умерло вслед за этим что-то похожее на летучую мышь с писком пролетело мимо моей головы и вылетело в окно с глубоким облегчением спустился к физическому телу вошел в него и сел физически 25 августа 60-го года вечер вот и на этот раз то же самое только отправился в путь как несколько штук тут же прилипли к различным частям моего тела не физического говорю штук потому что было абсолютно темно и я ничего не видел это похоже на небольших рыб дюймов по 8-10 в длину они приклеиваются совсем как рыба прилипала океанский паразит я оторвал их и оттолкнул как можно дальше но они тут же вернулись они не были агрессивны просто мешались в конце концов чтобы отделаться от них вернулся физическое тело 3 ноября 61-го года вечер узнал кое-что новое о прилипалах оказывается существует почти целый слой населенный ими иногда приходится проходить через него но чаще всего нет или же минуешь его так быстро что даже не замечаешь этого на этот раз я остановился прямо посреди него и рыбы привлеченные мною закишели вокруг вместо того чтобы реагировать как в прошлый раз я застыл на месте и стал просто ждать через несколько секунд они отделились от меня и удалились больше ничего лишь мрак вокруг стоило мне начать двигаться как они появились снова остановился стал ждать опять исчезли тогда решил двигаться медленно вернулись всего лишь одна-две поднявшись наверх отправился в другие места в общем ощущение было такое что я оказался в роли наживки в океане кишащим рыбой 13 июля 60-го года ночь этот эпизод нужно записать обязательно может пригодиться поздний вечер гостиничный номер в Дурхоме жена рядом со мной в постели уже было засыпал как вдруг ощутил присутствие в комнате кого-то или чего-то не успев даже сообразить в чем дело я стремительно вскочил с постели чтобы защитить себя и жену в тот же миг на меня напало нечто в темноте для меня невидимое оно дралось как животное то есть пыталось кусаться и царапаться казалось мы катались по комнате целую вечность в темноте ничего не было видно а может быть у меня были закрыты глаза лишь с огромным напряжением мне удалось шаг за шагом оттеснить его к окну и вышвырнуть вон по всей видимости человеческих качеств и разума оно лишено самое обычное животное вроде большой собаки футов четырех в длину только когда все было кончено и я стоял у окна до меня дошло да ведь я же не в физическом теле рука свободно прошла через закрытое окно подплыл к постели там под одеялом лежали два тела приблизился к часам на ночном столике и посмотрел на светящийся циферблат 2.35 вспомнил что лежу у ночного столика подплыл к своему физическому телу спустился вниз перевернулся и вошел в него сел физически в комнате тихо темно и пусто поглядел на часы на ночном столике примерно 2.38 27 октября 60-го года ночь лег спать усталом поздно примерно в час 30 ночи мысленно дал себе установку ничем не заниматься едва стал засыпать не заметил ни провала в сознании ни отделения от физического хотя непосредственно перед этим появилось чувство разрядки как что-то напало на меня что это было я не видел каких-то индивидуальных качеств не ощутил понял лишь то что это нечто с невероятным ожесточением стремится забрать что-то принадлежащее мне а для этого ему прежде нужно разделаться со мной не столько даже с физическим я сколько с моим я обладающим способностью действовать независимо от физического тела на борьбу с животным бой не походил это был поединок без правил молчаливый чудовищно стремительный в ходе которого противник использовал малейшую слабость с моей стороны я был ошеломлен и поначалу дрался без особой злости просто защищался однако это нечто не пропускало ни одного из моих нервных центров и иные из наносимых им ударов и захватов были необычайно болезненны я понял что если не дам отпора потерплю поражение равносильное потери своей сущности и стал драться отчаянно с такой же силой и яростью напавшая на меня нечто знала все мои слабые места и наносила удар именно туда казалось бой идет уже несколько часов и я стал понимать что и в самом деле могу проиграть вечно это длиться не могло только тут я сообразил что я почему-то не в физическом теле продолжая драться я стал подбираться поближе к своему физическому телу когда мы оказались прямо над ним я нырнул в него никакого иного способа избежать поражения я не видел открыл глаза физически и сел в комнате было тихо и пусто простыни не измяты значит никакого физического движения в реальности не было жена спокойно спала рядом встал и прошелся по комнате выглянул в прихожую все как будто в порядке возможно это был сон только уж слишком яркий и совсем не похожий на обычное сновидение я давно научился распознавать чистое сновидение назначение которых сводится к снятию накопившегося за день напряжения или глубокого внутреннего беспокойства и которые можно сравнить с радиопомехами или бессмысленной болтовней совершенно отчетливое восприятие реальной обстановки комнаты в сочетании с сознательным контролем за своими действиями по-видимому говорит против предположения что это сон прежде чем снова лечь постель минут 20 приходил себя сразу же засыпать разумеется не хотелось так как продолжать бой не было никакого желания каким образом избежать повторения случившегося я не знал и потому решил попробовать единственное что мне пришло в голову в противном случае оставалось бодрствовать всю ночь но сил на это у меня уже не было лежа в постели я стал повторять мои разум и тело открыты только созидательным силам во имя Бога и добра я засыпаю нормальным спокойным сном повторив эти слова по меньшей мере раз 20 я наконец засну те кто хорошо меня знают подтвердят что если пусть даже в поисках защиты и помощи я пошел на такие формулировки значит ситуация и в самом деле была серьезной на правду никакого иного выхода у меня не было анализируя происшедшее задним числом я так и не могу найти никакой альтернативы я не знаю ни способа ни места ни человека ни религиозной практики в которой я был бы сведущ ни лекарства ничего бы то ни было иного из известного мне мною пережитого или слышанного что абсолютно гарантировало бы защиту от того что на меня напало в данном случае имело место непросто сопротивление агрессии пусть агрессор и неизвестен сработал тот самый механизм самозащиты который включается когда ночью в джунглях на человека нападает животное тогда в разгаре схватки некогда размышлять как именно драться некогда задумываться кто именно напал подвергшись нападению человек спасает себя всеми доступными ему средствами сражается отчаянно не думая как почему с кем неспровоцированность нападения сама по себе служит для него доказательством того что совершивший его злодей ибо только злодей может поступать подобным образом отпор дается автоматически инстинктивно с единственным желанием выжить в основе понимания того что нельзя подчиниться кому-либо или чему-либо чье поведение явно неспровоцированное нападение слепая жажда убийства вызывает отвращение сноска в последнее время посещения демонов стали реже замк? sc Продолжение следует...